Валерий Иванович, Вам первое слово. Первичное множественное злокачественное опухоли в онк-урологии. Пожалуйста, Валерий Иванович. Уважаемые коллеги, сегодня очень интересная такая тема первичное множественное злокачественное образование в онк-урологии. Необычная. Попробуем чего-то там поговорить. Но говорить на эту тему нельзя без понимания структуры заболеваемости злокачественным образованием, потому что чем больше больные болеют, тем больше вероятность у них возникнет первичное множество раки. И, безусловно, если посмотреть на мировую статистику, то в мире за 2020 год заболело почти 20 миллионов человек. Если Вы посмотрите основными локализациями онк-урологическими, около полутора миллионов – это рак предстательной железы, 7 с лишним процентов, и рак мочевого пузыря составил порядка 3%. Если говорить о России, то структура заболеваемости нас больше будет, прежде всего, интересовать мужчины. То, что касается рака предстательной железы, почти 15% в 2020 году, мочевой пузырь 4,6, почка 4,7%. И если посчитать, то доля только трех онк-урологических нозологий у мужчин составила более 24% больных. То есть это практически четверть мужчин злокачественными образованиями болеют нашей патологией. Ну, если говорить о женщинах, то здесь будет немножко попроще, потому что только рак мочевого пузыря, почки, у нас попадает в 15 первых злокачественных новообразований, даже мочевой пузырь сюда не попадает. Это обусловлено анатомо-физиологическими особенностями женщин и мужчин. То, что касается, я попробовал выбрать злокачественного образования и рак почки, ну и порядка 77 тысяч больных из 556 с лишним тысяч заболевших злокачественными образованиями, это онк-урологическая нозология. А если посмотреть повнимательнее на мужчин, то у нас опять же получается более 25% больных, если мы включаем еще и половой член и яичко, в России имели у мужчин онк-урологическую патологию, 15% практически из всей доли злокачественных новообразований это были больные раком предстательной железы. На оба пола приходится порядка 13% злокачественных новообразований. Ну и говорить о первичномножественных раках без понимания терминологии, наверное, нельзя. Что же такое первичномножественные злокачественные опухоли или полинеоплазии? Это одновременное или поочередное образование очагов злокачественного роста, которые развиваются самостоятельно и независимо друг от друга в пределах одного или нескольких органов. На самом деле весьма расплывчатое понятие, наверное, мы с вами поговорим и вы тоже поймете, может быть, надо чего-то тут менять, и кто-то из вас захочет и сможет это поменять. Различают синхронные первичномножественные процессы, которые составляют от 20 до 58,7% по различным статистикам. Это выявлено одновременно или в течение 6 месяцев после выявления первичной опухоли. И метахронные выявлены через определенный временной интервал более 6 месяцев. В общем-то это весьма условные понятия, что связано и с диагностикой, и с морфологическим подтверждением и так далее. Частота первичных злокачественных новообразований в мире в зависимости от конкретной нозологии колеблется от 2 с лишним процентов до 17. В среднем у одного из 110 больных с зарегистрированными злокачественными новообразованиями развивается новая, независимая от первой опухоли. Две опухоли при множественных новообразованиях диагностируются у 84-100% больных по различным статистикам, три опухоли от 9-9 до 16%, четыре опухоли примерно чуть более 1,5%, ну и 5-7 это менее 1 сотой процента. То, что касается различных литературных данных, ну вот Балтиморское исследование в 2017 году опубликовало проанализированный случай первичномножественного рака в зависимости от морфологической их структуры. Самым частым типом опухоли является почти 50% это аденокарциномы, порядка 26 с лишним процентов это плоскоклеточный рак, гемобластозы более 8% и переходно-клеточный наш уротилиарийный рак более 6%. Женщины в этом исследовании составили порядка 40%, мужчины порядка 61%. В группу синхронных опухолей в тройку ведущих входили злокачественные новообразования пищеварительной системы почти 50%, 21-2% урогенитальной и 15 с лишним процентов дыхательной. Другое исследование шведское в 2020 году опубликованное говорит о том, что более высокая вероятность второй опухоли была при опухолях полости рта, глотке, гортане, пищевода, легких и лимфоми Ходжкина. Здесь, безусловно, нужно учитывать, что, как правило, это исследователи, которые принадлежат к какой-то касте онкологической специальности, и поэтому, если мы посмотрим сегодня на наши данные, то мы скажем, что у нас тоже практически все больные – это онковорологические больные. Исследователи в 2020 году опубликовали тоже первичном множестве злокачественные образования, связанные с колоректальным раком, которые доказали, я думаю, это распространяется, ну, по сути дела, на все нозологи, что пациенты с метахронным раком чаще имеют более благоприятный прогноз по сравнению с синхронными полиневоплазеями. Ну, и то, что касается первичном множественного рака в России, в 2021 году впервые выявлено 580 с лишним тысяч больных злокачественными образованиями, и 10%, 58 с лишним тысяч из них, это были первичном множественные раки. Это данные нашего федерального центра под руководством Андрея Дмитриевича Каприна. Ну, и теперь переходим, собственно, к собственному опыту. Это 97-2020 год. Учреждения, ну, по сути дела, наверное, повторяющие мою трудовую деятельность. С 97-го по 2005-й год – это Омский областной онкологический диспансер. 2003-й и 2005-й год – апрель – это онкодиспансер номер один Москвы. И с 2005-го по 2020 год – это онкологическая городская московская больница, 62-го. Госпитализации более 23 тысяч, у 19 с лишним тысяч пациентов. Естественно, многие пациенты лежали по нескольку раз. Если говорить по годам, то где-то 1817 пациентов были с первичном множественными раками. Но если вычленить и оставить по головам пациентов, которые госпитализировались по нескольку раз, особенно это касается, ну, например, билатеральных опухолей почек при последовательных операциях, трансуратеральных резекций, которые повторяются по нескольку раз. Причем у нас работала программа и работает по профилактическим госпитализациям больных после цистоктомии в течение, по сути дела, всей их жизни. Поэтому у этих больных, естественно, были повторные госпитализации. Так вот, фиксированных больных по головам с первичном множественными раками было 1508 человек. Из них, если посмотреть, это самое большое количество, это мочевой пузырь 631. Недалеко от ее ушли почка, там 600, по-моему, 18. Потом ниже будет видно. Простата 614, лоханка и мочеточник 78, яичко 36, половой член 22, уретра 4 и надпочечники. Мы всегда занимались в своем отделении опухолями, злокачественными надпочечников. 10 пациентов. Если говорить о пациентах с редкими первичном множественными опухолями, были липосаркомы, мошонки, лимфомоза брюшинная с поражением почек. Двое пациентов с раком семенного канатика и один пациент с раком и придаткой яичками. То, что касается госпитализации по отделениям. Вы видите здесь, в принципе, с 2011 по 2020 год, я взял только последние годы, в среднем это плюс-минус 1000 пациентов в год. Так вот, посмотрите, с 2013 года практически, опа, а как вернуться, не знаю, более 15% больных, это были больные с первичном множественными раками. То есть, шестая часть пациентов, госпитализирующихся в наше отделение, это пациенты с первичном множественными раками. Итак, переходим к нозологиям. Первичном множественные рак почки. 618 пациентов. Синхронные из них 41%, метахромные 58%. Нужно сказать, что были пациенты с двумя опухолями в одной почке разной морфологии, которые регистрировались синхронно. 6 пациентов, из них сочетание светлоклеточного с папиллярным у пяти и светлоклеточного с хромофобным у одного. То, что касается трех локализаций первичном множественном раке почки, было 8% больных, 50 человек. Сочетание, с чем мы встречались? Если вы посмотрите, то сочетание с другими чисто онковорологическими нозологиями составило 191 пациент или 31%. Сочетание с опухолями толстой и прямой кишки 9,4%. Ну и дальше, это различные гинекологические сочетания. Более всего это с маткой, с легким 28 пациентов, с желудком 22 пациента и так далее. Если же говорить о морфологических сочетаниях, то есть сочетании почечно-клеточного рака с другими морфологиями, 36% это были аденокарциномы, 33% вот так, простите, значит 12% это были папиллярные раки, уротелиальный рак 9%, плоскоклеточный рак 8% и гемобластозы 2%. То, что касается билатеральных злокачественных наобразований почек, довольно интересная проблема и по ней у меня есть отдельные вопросы, что как обзывать, я потом ниже скажу. Так вот, я попытался представить некоторые данные литературные с 2008 года, где в общем-то представлялись пациенты с почечно-клеточным раком от 1500 до 10 с лишним тысяч пациентов в исследованиях. При этом билатеральные синхронные поражения, они варьировали от 42% до 62%, метафронные от 37% до 57% и всего составили порядка 3,5% от количества больных, апеллирующихся в урологических отделениях по поводу рака почки. То, что касается нас, я здесь тоже представил, это синхронные билатеральные опухоли у 40% больных, метафронные у 34% суммарно 74% пациента. Безусловно, авторы там рассматривали чисто онкологические проблемы, отслеживали выживаемость общую и беспрогрессивную, в том числе функцию почек со скоростью клубочка и фильтрации, органосохранные подходы, но наша задача состояла не в этом, поэтому мы сегодня только представляем статистические данные по первичным множественным ракам почки. При этом были сочетания у наших пациентов светлоклеточный и светлоклеточный, это мы говорим о билатеральных опухолях, 68 больных, светлоклеточный с папиллярным, 5 пациентов, светлоклеточный с кровоохобным, 1 пациент. Редкие случаи, хотелось бы на них остановиться. У нас, например, есть пациентка, у которой было выполнено уже по 3 резекции с каждой стороны, при синхронном билатеральном поражении и синхронных же рецидивах с интервалом в 3 года, затем в 2 года, при этом во всех случаях констатировался папиллярный рак. Еще один пациент, у которого была выполнена резекция почки по поводу папиллярного рака, а через 14 месяцев в другом месте в этой же почке возникла опухоль, выполнена резекция, хромофобный рак. При этом были 7 пациентов, у которых было по 2-3 узла в одной почке разной морфологии. Поэтому я и говорю, что мы с вами потом ниже поговорим, какие же вопросы возникают при анализе первично-множественных раков почек. То, что касается первично-множественных злокачественных образований верхних мочевыводящих путей, то есть это мочеточники лоханка, у нас оказалось 78 пациентов. Довольно интересное было исследование тоже 2020 года, которое, в общем-то, связывает увеличение этих больных с возрастающей эффективностью методов лечения. Вы прекрасно знаете, сейчас холопиллярный рак прекрасно отвечает на иммунотерапию, соответственно, увеличивается их продолжительность жизни. Так что же удалось констатировать авторам, что 30-летняя кумулятивная частота развития метахронного контрлатерального рака верхних мочевыводящих путей составила 2,6%. Возникновение контрлатерального рака у 70% пациентов происходит в течение первых 5 лет после констатации первой локализации. И у 10 с лишним процентов в течение 10 лет и более после выявления первичного опухоли верхних мочевыводящих путей. Но это здесь говорится только о первичном множественных раках верхних мочевыводящих путей в сочетании друг с другом. С чем же у нас сочетались эти опухоли? Прежде всего, это мочевой пузырь. Но я хочу оговориться о том, что учитывались у нас только пациенты с явным раздельным возникновением уротериального рака клинические и с длительным отсроченным появлением опухоли верхних мочевыводящих путей от первичной опухоли мочевого пузыря. Синхронные опухоли у 20,5% больных, метахронные у 79,5%. Средние сроки до развития метахронных опухолей составили 74 месяца от 9 до 288. Редкие сочетания 2 пациента с раком легкого, матки 1, шейка матки 1, гемобластоза 2, меланома 1 и довольно интересный пациент с остеосоркомом мочевого пузыря и уротериальным раком верхних мочевыводящих путей. Рак мочевого пузыря 631 пациент синхронных 40%, почти 40,5%, метахронных 59,5%. Средние сроки до развития метахронных очагов – это 77 месяцев от 7 до 576 месяцев. При этом сочетание с раком предстательной железы при выполненных цистектомиях отмечено у 94 больных, синхронно у 76 и отсрочено у 18 средний срок до 40 месяцев. Эти больные лечились, как правило, по поводу поверхностного рака мочевого пузыря с множественными трансулутральными резекциями, но в итоге закончили через несколько лет цистектомии, при которой был случайно выявлен рак предстательной железы. Три локализации рака мочевого пузыря выявлено у 10 с лишним, у 11% больных, более трех локализаций – у 0,32. Сочетание. Я уже тоже говорил о том, что основная масса наших пациентов – это пациенты, у которых имеется онкологическая патология, они составили практически 59%. С опухолями толстой и прямой кишки – 8,4%. Ну и остальные также представлены здесь на слайде. Сочетание с другими онковорологическими опухолями, сочетание с аденокарциномой – 65%. Ну мы должны помнить о том, что 272 пациента – это были пациенты с раком предстательной железы, где имелась аденокарцинома. И 148 пациентов с аденокарциномом и других локализаций. При этом из 272 пациентов с раком предстательной железы, у 9 из них же был еще и третий сайт первичного множественного рака аденокарцинома других локализаций. Папиллярный рак – это было 5 пациентов с раком щитовидной железы и 3 пациента с раком почки. Гемобластозы составили 4%, гергоногенные опухоли – у 2 пациентов, меланома – у 10 пациентов, базально-клеточный рак – у 4%, ну и порядка 1% – это саркома. Рак предстательной железы – 614 пациентов. Из них синхронные первичном множественные раки – 45,5%, метахронные – 54,5%. Сроки возникновения метахронных метастазов – порядка 68 месяцев, от 7 до 468 месяцев. При этом рак предстательной железы, как находка при цистектомии, был у 89 пациентов. И еще раз повторюсь, при первичном раке у 70 больных – это когда больной поступил с инвазивной опухоли мочевого пузыря и сразу пошел на цистектомию, ну, может быть, после неводевантной лекарственной терапии. И у 19 больных – это отсроченные цистектомии, о которых мы уже выше говорили при раке мочевого пузыря. Ну, и при раке предстательной железы, рак мочевого пузыря у одного пациента у нас был как находка при выполнении простатектомии. С чем же сочетались? С онковорологическими нозологиями, как мы уже с вами говорили, это почти 70% больных, куда входили и семенной канатики, и верхние мочеводящие пути, и яичко, и уретра, и надпочечники, и половой член. Далее, 12 с лишним процентов – это опухоль толстой и прямой кишки, 6% – кожа, 3% – гемобластозы. Не забывайте о том, что у мужчин тоже есть грудные железы, и у нас 3 пациента было в сочетании с раком грудной железы у мужчин. 2% – с меланомами, 7 человек – с саркомами. То, что касается литературных данных, наверное, наиболее интересные данные. Хотелось бы посмотреть как раз о том, о чем я говорил. Это случайная находка аденокарцинома предстательной железы. Было такое крупное исследование, опубликованное в 2018 году, Обществом патологов в Великобритании и Ирландии, где были представлены ретроспективный центровой обзор 919 случаев непосредственно этих авторов и более дополнительный мета-анализ, включающий почти 20 тысяч человек, перенесших радикальную цистептомию по поводу рака мочевого пузыря. И при этом в своем исследовании из 919 пациентов у 67, то есть это 7,3%, случайно была обнаружена аденокарцинома при выполнении цистептомии, которая была достоверно связана с большим возрастом. А в мета-анализе из этих 19 800 пациентов было отмечено, что распространенность в азиатских странах составила 19% против 32% в неазиатских странах, ну что, в общем-то, связано с показателями заболеваемости раком предстательной железы азиатских и неазиатских стран. Исследование констатировало, что пациенты, имеющие при случайном выявлении аденокарциномы предстательной железы при раке мочевого пузыря, в общем-то, это сочетание является случайным. Это два совершенно независимых, сопутствующих друг другу заболевания, которые можно и нужно лечить отдельно. Ну и если говорить лично о нас, мы раньше тоже считали, что если пациент рак мочевого пузыря и рак предстательной железы, наверное, лучше выполнить в данной ситуации цистептомию. На сегодняшний день я вам показал результаты, где у нас с пациентом выполнялись цистептомии отсроченно, а в некоторых случаях мы делаем там те же самые трансфолитральные резекции, через какое-то время простатоктомию при раке доказанном предстательной железы и стараемся относиться более щадяще и применять методики раздельного лечения этих нозологий с минимизацией количеств операций в объеме цистептомии. То, что касается рака яичка, это 36 пациентов. Из них синхронных было у 14%, 5 пациентов, где были 4 семеномоэмбриональный рак, и метахронные 86%, где были эмбриональных раков 2, лимфома 1, комбинации различных опухолей. Но, что бы я хотел здесь отметить? Нужно помнить о том, что мы взяли исследование с 97-го года. И если вы обратитесь к морфологам, наверное, в 97-м, там, под 2000-е годы, кроме семеномы, многие морфологические службы нам ничего не давали. Поэтому к этому тоже нужно относиться так условно. Сочетания. С чем у нас были сочетания? Это гемобластозы 28%, с раком предстательной железы 27%, с мочевым пузырем 14%, с опухолями почек, паренхимы 17%. Из редких сочетаний. Вот у нас был пациент с опухолем по яичке и остеобластокластомой бедренной кости. Сочетание по морфологии. С плоскоклеточным раком 17%, с переходноклеточным 13%, с гемобластозами 27%, с аденокарциномой 33%, с переходноклеточным 7%, с меланомой 3%. То, что касается опухоли полового члена и надпочечника, я не буду говорить, потому что это, в общем-то, более редкие, по крайней мере, в наших случаях, встретившиеся больные. Поэтому, наверное, перейдем к заключению и вопросам, которые возникли. У меня на сегодняшний день, честно говоря, больше вопросов, чем ответов. Итак, рак почки. Где же граница между первичной множественностью, мультилокулярности, билатеральности и смешанности опухоли при поражении парных органов? Если говорить о билатеральных опухолях, при одинаковой морфологии, например, светлоклеточный рак, который составляет 75% правой и левой почки, это первичномножественная опухоль или метастаз большей опухоли в какой-то почке, в контрлатеральной почке. Вопрос? Вопрос. Мультилокулярные опухоли одной почки. Мы все знаем с вами, что при первой-второй стадии светлоклеточный рак, например, имеет плотную соединительно-отканную капсулу. Если у этого больного имеется 2-3 очага в этих плотных соединительно-отканных капсулах, так это, опять же, первичная множественность или мультилокулярность. Наверное, второе. Но тогда что делать с пациентами, у которых есть явно первичная множественность по морфологии, когда имеется, опять же, несколько узлов в одной почке, и при этом они разной морфологической структуры. Наверное, это первичная множественность. Тогда почему же, например, при опухолях яички, особенно если мы возьмем, где у нас было тоже 2-3 узла в яичке, понятно, что когда там массив опухоли, и там есть сочетание, вопросов нет. Но когда 2 отдельных узла в яичке, мы говорим о смешанности или о первичной множественности в яичках. По аналогии с этим, что с почкой в таком случае делать. А если обратиться к морфологической классификации опухолей почек, особенно редких форм, то, честно говоря, вообще голову можно сломать, потому что если мы посмотрим классификацию ВОЗ 22-го года по раку почки, то посмотрите, что мы здесь находим. Гибридная опухоль почки, ассоциированная с синдромом Берта-Хога-Дюба. Чаще всего это двухсторонние опухоли и мультифокальные. Так мы будем здесь говорить о первичной множественности этих опухолей или мы будем говорить об этом синдроме и все. Далее. Приобретенные в исходе кистозных болезней почек. То же самое. Часто эти опухоли мультифокальные. Мы будем говорить о первичной множественности или мы будем говорить о мультилокулярности. Если говорить о классификации 2016-го года, то наследственный глиомиоматоз, связанный, ассоциированный с почечноклеточным раком, также является часто биотеральным. И сочетается еще и более того с различными глиомиоматозами где-то там. Приобретенная кистозная болезнь, ассоциированная с почечноклеточным раком. Посмотрите. Мультифокальность более чем в 50% случаев. Двухстороннее поражение более чем в 20% случаев. О чем мы будем говорить в этом случае? Истинная болезнь в анхипеглендау. Чаще всего бывает билатеральная и мультифокальная. Конституциональные транслокации хромосомы 3. То же самое, билатеральные и множественные. Наследственные синдромы, которые составляют 4% всех кокарсином почки, чаще всего бывают билатеральными и множественными. Да как же нам все-таки расценивать вот эти редкие формы опухолей мультифокальными, билатеральными, первично множественными? То, что касается рака мочевого пузыря, мочеточника, лоханки, то есть рака уротелия, а где здесь граница между первичной множественностью, мультилокулярностью, билатеральностью и имплантационными метастазами? Опять, я лично на этот вопрос ответить не могу. И если честно, у больных, у которых были первично выявлены верхние опухоли верхних мочеводящих путей, и в ближайшее какое-то обозримом будущем появлялась опухоль мочевого пузыря, мы их сюда не относили. Мы не брали их в первично множественные раки. Мы считали, что это имплантационный метастаз. А так ли это на самом деле? Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Если говорить об анатомии, то это совершенно различные органы. То есть мочевой пузырь, мочеточник, лоханка. Но если говорить о микроморфологии, то их покрывает одинаковые эпители, переход на клеточную уротелий, значит, опухоли однородные. Значит, разделения получается на эти органы нет. Значит, всем больным нужно делать цистектомию вместе с уротера, с удалением лоханки и мочеточника. Более того, я уже сказал, что при опухолях верхних мочеводящих путей отсевы в мочевом пузыре считаются имплантационными метастазами. Да, считаются. Ну а где граница по срокам, я не знаю почему, между имплантационными метастазами и первичной множественностью. Тем более, что диагностика опухоли верхних мочеводящих путей крайне сложна. И никто в большинстве случаев вам не скажет, а была ли опухоль в верхних мочеводящих путях до того, как появилась опухоль в мочевом пузыре. А в большинстве случаев мы информации толком не имеем. Мы можем в данной ситуации сделать только компьютерную томографию с внутренним контрастированием. Мы же не будем всем подряд больным с опухолем мочевого пузыря делать уротерапию и элоскопию, потому что это весьма инвазивная процедура. Наоборот, если посмотреть, имплантационные метастазы из мочевого пузыря в верхние мочеводящие пути. Ну, теоретически считается, что это невозможно, потому что есть арефорицный полностью клапан, фильтр мочеточников, который не дает возможности забрасываться при опорожнении мочевого пузыря в верхние мочеводящие пути. Да? Ну, возьмем, опять же, тех же больных, у которых есть врожденные рефлюксы, приобретенные рефлюксы. Возможно имплантационные метастазы вверх? Конечно, возможно. А те больные, которым мы делаем какие-то манипуляции, связанные с астентированием, то есть мы заблокировали этот сфинктер, так возможны в этом случае имплантационные метастазы в верхние мочеводящие пути? Конечно, возможно. Так, опять же, это будет имплантационный метастазированный или это будет первично множественный рак? А что делать с больными, у которых в мочевом пузыре есть сочетание уротериального рака и аденокарцинома? Особенно то, что касается шейки мочевого пузыря. Мы знаем прекрасно, что 1-2% больных, как раком мочевого пузыря, имеют аденокарциномы, особенно в шейчном отделе, в простатическом отделе уротери, так и рак аденокарцинома предстательный, вернее, при раке предстательной железы может быть 1-2% уротериальных рака, и некоторые из них идут в сочетание. Опять же, мы к кому будем относить? Вот у нас, в частности, был пациент в качестве примера, опять же, уротериальный рак с остеосаркомой мочевого пузыря. Мы говорим же о первичной множественности в этом случае, но у него просто рак мочевого пузыря, и первичную множественность мы здесь выставили просто потому, что у него были еще другие сайты первичной множественности. То, что касается, допустим, ракопредстательной железы, я уже говорил о том, что вопросы о нейроэндокринном компоненте, протоковом раке, опять же, если это в рамках одной опухоли, где есть там просто сайты в одной опухоли, это один вопрос, наверное, это у нас сочетание. Но ведь есть больные, у которых есть, опять же, несколько очагов, в которых может быть нейроэндокринный рак и аденокарцинома, там, глиссен 8, 9, 10, я не знаю. Вот, это первичная множественная опухоль. Рак и яичка. То же самое, я вам уже говорил, сочетание – это сочетание, но когда речь идет о том, что у больного имеется несколько узлов в одном яичке и разной морфологической структуры, так это первичную множественную рак или нет? Допустим, раки яичка, которые потом в дальнейшем, во втором яичке появились, если одинаковая морфология, это что было? Это был отдельный рак яичка второго, или это метастаз, так же, как при почке, то есть первичного первого рака яичка в другое яичко. Рак полового члена. Мы встречали в своей практике пациента, у которого был плоскоклеточный рак, мы его оперировали, а по прошествии времени у него возникло сарково-полового члена. Он у нас пошел как рак полового члена, а на самом деле, наверное, это первичный множественный рак. Поэтому вопросов в этой ситуации много. Онко-урология – это многогранная специальность, которая сталкивается с поражением множества самых разнообразных органов, в том числе парных, гормонально активных, полых, паренхематозных, которые совершенно отличаются по своей структуре морфологической. Поэтому, наверное, у меня и возникло столько вопросов, и я так и не ответил на вопросы. А когда же мы и при каких обстоятельствах будем использовать термины первичная множественность, мультилокулярность, имплантационное метастазирование, смешанная опухоль, метастаз в контрлатеральный орган или билатеральный первичном множественный рак. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Валерий Иванович. Очень, на мой взгляд, очень подробный анализ и статистики, и собственных данных. Я думаю, что я даже не буду сейчас всех комплименты озвучивать в отношении вашего доклада, я лишь прочитаю тот вопрос, который поступил в чат Валерия Ивановича. Я дословно его зачитываю, цитирую. Валерий Иванович, вы просто переворачиваете мое представление распространенности по первичной множественности злокачественных образований. Скажите, как вам кажется, в большинстве случаев первичная множественность злокачественного опухоли оказываются недовыявленными или все же они адекватно выявляются? И второй вопрос. Должна ли быть повышена настороженность врачей по поводу первичной множественности злокачественных опухоли? На первую часть могу ответить однозначно. Они недовыявлены. И только за последние годы при более тщательном сборе анамнеза, при более тщательных обследованиях мы начинаем подходить к тому, что мы начинаем выявлять гораздо большее количество первичной множественных раков. И, в общем-то, статистика, опять же, вам была приведена, это потому что мы интересовались этими вопросами, поэтому, наверное, у нас довольно такой большой процент. Если говорить о статистике стандартной, то она будет поменьше, и мы это имеем, допустим, на примере России. То, что касается второй части вопроса, то, что, на мой взгляд, вот диспансеризация пациентов должна проводиться обязательно. И целью диспансеризации в том числе являлись отслеживания пациентов, у которых в большинстве случаев, если пациенты регулярно контролировались, то в большинстве случаев они раньше выявляли первичную множественную раку. А третий момент, безусловно, у нас, конечно, сейчас высоко развита диагностическая служба. И четвертый момент, это огромный шаг, даже, я бы сказал, шаги, которые за последние десятилетия были выполнены в плане лекарственной терапии. То есть у нас пациенты стали жить годами, и поэтому у них стали появляться другие сайты болезни. Ну и еще один нюанс, который мне хотелось бы ответить, я на нем заострял внимание, это морфология. Потому что сравнивать ту морфологию, которая была у нас и иммунодистохимию, молекулярную генетику, та, которая была в 97-95-2000 году, и та морфология, которую мы имеем сейчас, это совсем разные вещи. Даже посмотреть на классификации морфологические 2004 года, 2016 года и 2022 года, да, то есть, ну, я думаю, даже морфологи, может быть, еще не совсем с этим точь, четко ознакомились, а для меня, как для клинициста, это всегда проблематично, проблематично, наверное, больше мы питаем информацию от наших коллег, морфологов, генетиков, генетиков, генетиков. Спасибо. Валерий Иванович, спасибо за ответ. Я с вами полностью согласен, что развитие медицины, в частности, диагностики, и то, что мы лучше лечим, наверное, имеем возможность лечить наших пациентов, пациенты же доживают от второго и до третьего рака. Это, с одной стороны, с другой стороны, конечно, те вопросы, которые вы озвучили в своем докладе, и я думаю, что мы, конечно, в рамках ни этого заседания, ни, может быть, даже более подробного общения на сегодня не ответим, но часть из них мы, конечно, адресуем Ирине Анатольевне, которая, надеюсь, нам прояснит какую-то ситуацию в отношении тех вопросов, которые забыл Валерий Иванович. Но прежде чем передать слово Ирине Анатольевне, я хочу, у нас, как я уже анонсировал, в нашей программе запланированы три клинические случая, и первый из них, посвященный первичным множеству локальцев опухолям, будет из Обнинска. Заборский Иван Николаевич нам предложит свой клинический пример, который у них был в клинике. Да, добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию клинический случай. Клинический случай лечения синхронного рака почки и рака прямой кишки. Ну, пару слов об актуальности я тоже скажу. Иван Николаевич, извините, я вас перебью. У нас мало времени, поэтому все. тогда сразу переходим к этому клиническому случаю. В наш центр обратился пациент мужского пола, 74 было ему полных года. Жалобы при поступлении на частый стул малыми порциями, примесь крови в калии. История этого заболевания началась три года назад. Пациент три года никуда не обращался, пока его ситуация и самочувствие не усугубилось. Обратился к нам в центр, было проведено обследование, которое включало в себя колоноскопию, КТ, МРТ и общеклинические анализы. По данным обследований было диагностировано на первом этапе образование прямой кишки на 30-35 сантиметрах, которая на три четверти суживала просвет кишки. И по данным КТ брюшной полости было выявлено как случайная находка образования левой почки до 2 сантиметров в диаметре. Данных за наличие отдаленных региональных метастатических поражений выявлено не было. Была на первом этапе выполнена морфологическая верификация биопсия опухоли кишки и биопсия опухоли почки была выполнена. Тем самым диагноз у нас звучал как первично-множечный синхронный рак, рак прямой кишки Т3Н0М0, рак левой почки Т1АН0М0. Также имелся у пациента и богатый сопутствующий анамнез. С какой проблемой мы столкнулись? Как выполнять и какая должна была быть тактика лечения? Либо это симультанная операция, либо сначала на кишке, потом на почке, либо наоборот. Был выполнен мультидисциплинарный консилиум, по результатам которого было принято решение, что на первом этапе все же необходимо выполнять хирургическое лечение кишки, так как оно более критично было для данного пациента, а на втором этапе выполнение операции на почке. На первом этапе была выполнена лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки и трансферзостомия. По морфологическому исследованию было у нас сопоставимо с результатами биопсии. На втором этапе через 5 недель мы отсрочно выполнили ретро-перетоноскопическую резекцию левой почки. Почему выбрали такой доступ? Потому что у пациента, как я говорил заранее, на предыдущем слайде была выполнена трансферзостомия, поэтому традиционную лапароскопию выполнять не стали, а выполнили ретро-перетоноскопический доступ. При дальнейшем наблюдении через 3,6 месяцев данных за прогрессирование заболевания нет, локального децидива также не наблюдалось, и трансферзостомия была также закрыта. Выводы, которые мы сделали из этого случая, это что возможность выполнения поэтактных операций, нежели чем симультанных. При большом разрезе, конечно, оптимальным является симультанная операция, когда мы можем выполнить первый и второй этап лечения сразу. Ну и при предыдущих операциях на брюшной полости выполнение ретро-перетоноскопического доступа более приветствуется в этих ситуациях. Постарался максимально коротко, Александр Михайлович. Спасибо за внимание. Спасибо еще раз за доклад. Очень интересный клинический пример. И вот по тому, что нам представлял данные статистического Валерия Ивановича, как раз это наиболее частое, как я услышал, сочетание, что тоже очень интересно, опухоль пищеварительного тракта и он пурологически заболевает. Юрий Владимирович, скажите, вот тут Иван Николаевич ставил три вопроса. Давайте мы, может быть, прокомментируем эти вопросы. Как бы вы поступили в данной ситуации? Все-таки симультанную операцию рекомендовали или бы рекомендовали поэтапное выполнение? Безусловно, в этом случае клиническому этого пациента я бы рекомендовала, конечно, поэтапное. То есть там сначала действительно операция на все лекарственные опции нужно было разыграть именно на опухоли кишки с последующей резекцией опухоли почки. Но вы видите, что опухоль почки была достаточно маленьких размеров. И она критична, не несла никакой ответственности за организм, она... То есть здесь по осложнениям в отношении пользы рисков, конечно, безусловно, первое это лечение по поводу опухоли кишки. Спасибо, Илья Владимировна. Я с вами согласен. У меня вопрос. Иван Николаевич, Иван Николаевич, а вот вы выполнили резекцию ретропитонилоскопическую еще в тот момент, когда у пациента была трансферзостома? Да, Александр Михайлович, спасибо за вопрос. Именно так, пока была трансферзостома. И там же была передняя резекция, я правильно понимаю? Да, лабороскопическая передняя резекция прямой кишки. То есть, еще до закрытия трансферзостомы выполнили резекцию? Еще до закрытия. Через 5 недель от момента первой операции? Ну, на мой взгляд, как бы, вполне возможно было абсолютно закрыть трансферзостомы и потом заниматься почкой. Александр Михайлович, а можно уточнить я тоже немножко докладчику вопрос? Скажите, пожалуйста, сколько лет пациенту уточните и какой размер опухоли почки? Потому что она достаточно маленькая была. Да, 74 года пациенту 2 см максимального диаметра. То есть, я бы, в принципе, рассмотрела вообще отсроченное лечение по поводу опухоли почки. Посмотрела бы через 3 месяца на него. Согласен с вами. Вопрос наблюдения по поводу таких образований почки в 74 года с наличием рака прямой кишки здесь абсолютно оправданно актуально. Я с вами полностью соглашусь и говорим. Спасибо. Иван Николаевич, спасибо за интересный клинический пример. Мы с удовольствием переходим. Я вот, например, со своей стороны с нетерпением жду о докладе Ирины Анатольевны о отношении генетически обусловленных перечисленном множестве двокачественных опухолей. Может быть, она ответит нам на вопросы, которые ставил Олег Иванович. Ну и, в общем-то, на мой взгляд, очень интересный взгляд с генетической стороны вопроса. Ирина Анатольевна, если позволите, сразу еще. Я могу сказать, в литературе сталкивался с тем, что у женщин BRCA ассоциированные опухоли генитальные и молочные железы это как бы доказанный факт в вечно-молочной раке. Так вот, может быть, вы что-нибудь там придумаете по раку какой-нибудь предстательной железы с учетом BRCA? Я, знаете, Валерий Иванович, я хочу дополнить. Я, как сейчас, являюсь еще и заведующим гинекологическим отделением. Вот эти все ассоциированные опухоли связаны с генитальными органами. Вы знаете, мы в своей практике встречаемся практически у каждой третьей. Либо они недовыявлены, либо они уже идут. И действительно, лечение достаточно сложно, потому что метастазирование метастатической локализации метастатических сайтов при всех этих локализациях она достаточно такая тяжелая, распространенная и достаточно тяжело лечить. Ну, Ирина Анатольевна. Да, давайте уже Ирина Анатольевна поговорим с вами. Ирина Анатольевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, большое спасибо за приглашение на такую интересную, совершенно замечательную конференцию. Ну, естественно, о чем думает генетик, когда встречается с таким термином, как первичные множественные опухоли. Естественно, первое, о чем мы думаем, это о наследственных опухолевых синдромах. Но надо сказать, что Валерий Иванович поднял целый ряд интересных вопросов о тех первичных множественных опухолях, где, может быть, мы не видим принадлежности к наследственному синдрому, но который, например, лоцируется в одном органе, имеет сходное морфологическое строение, либо наоборот, имеет совершенно не сходное морфологическое строение. Вы знаете, мы, конечно, привыкли во многом плясать от морфологии, но здесь очень много, конечно, может решить генетика. Я постараюсь об этом по ходу доклада сказать, хотя, в принципе, конечно, в основном я фиксировалась на наследственных формах опухолевых заболеваний, опухолевых синдромов, которые ведут к первичным множественным опухолям, естественно, урогенитальной зоны, ну и, в общем-то, всем остальным другим. О чем нам всем с вами следует помнить? О том, что наследственная предположенность к опухолевым заболеваниям, эта штука совсем нередкая. Примерно 5-10%, то есть примерно каждый десятый, ну, может быть, каждый двадцатый наш пациент это человек, у которого есть наследственно обусловленная предрасположенность к опухолевым заболеваниям. По сравнению со всеми другими генетическими заболеваниями это очень часто и вообще примерно 1%, то есть каждый сотый из здоровых людей является носителем наследственного онкологического синдрома. Об этом тоже следует помнить, когда мы видим наших пациентов. В большинстве случаев это так называемый атосомно-доминантный способ наследования. Это говорит о том, что даже если человек получил одну вот такую сломанную хромосому от одного из родителей, реализация вот этого опухолевого синдрома произойдет с высокой, очень высокой вероятностью. Еще особенностью является то, что, как правило, эти все-таки опухоли манифестируют после наступления репродуктивного возраста, поэтому совершенно спокойно передаются по наследству. Ну и, естественно, первично множественное синхронное метанхронное злокачественное образование это один из главных симптомов, которые мы видим у людей, где мы подозреваем наследственный опухолевый синдром. Конечно, следует помнить, что далеко не все первично множественные опухоли являются проявлениями наследственного опухолевого синдрома. Никто не освобождал наших пациентов с наследственной предрасположенности от спорадических опухолей. Об этом тоже мы немножко поговорим. Особенно это касается, например, синдрома Линча. И поэтому далеко не каждое сочетание должно нас наводить все-таки на мысли о наследственном синдроме. Ну, например, если у больного имеется, предположим, рак предстательной железы и одновременно рак легкого, ассоциированный с курением, совершенно очевидно, что это явление совершенно разного порядка, поскольку и рак легкого, ассоциированный с курением, и рак, например, гортани, ассоциированный с тем же самым, имеет совершенно другую природу. Это экзогенное воздействие. В общем-то, скорее всего, рассматривать здесь какую-то наследственность определенную, наверное, не приходится. Но, тем не менее, давайте, значит, теперь поговорим по наследственным мутациям. В принципе, наверное, я сказала уже достаточно. Это когда человек получает одну сломанную хромосому от одного из родителей. Шанс передать детям приближается к 50%. Реально жизни мы этого не видим. Где-то около 30% получает по причине достаточной сложности этих генетических событий. Но, тем не менее, опухоль возникает только тогда, когда по какой-то причине происходит катастрофа со вторым геном. Как правило, это случайное событие. И мы видим возникновение соответственно злокачественного образования. Что происходит при стандартных так называемых спорадических раках? Происходит мутация непосредственно в опухолевой клетке. По наследству не передается. Это 90% всех злокачественных новообразований. Вот то, о чем говорил Валерий Иванович. Зачастую мы в одном и том же органе видим, предположим, опухоли сходные по морфологии, либо наоборот несходные по морфологии, но которые доводят нас на мысль, является ли это первичным множественным опухолем или это явление одного порядка. На самом деле генетика может ответить на большое количество этих вопросов, потому что если мы проводим исследование генотипа этой опухоли, ну, например, методом высокопроизводительного секвенирования, достаточно развернутого, то можно проследить, имеют ли они вообще какое-то общее начало. Поскольку морфология, она все-таки существенно зависит от генетики. В процессе развития опухоли, в процессе метастазирования морфология может изменяться достаточно существенно. Это мы видим по большому количеству различных злокачественных заболеваний. Поэтому вообще вот в какой-то степени решить те вопросы, которые поставил Валерий Иванович в плане опухоли соматических, возникающих у больного и когда-то имитирующих первичное множественное а иногда являющиеся истинно первичным множественным, конечно, может помочь генетика при определении соматических мутаций. Пока мы этого не делаем, потому что пока нам не очень понятно, какое практическое приложение это может иметь. Но я думаю, что вместе с клиницистами наверное мы сможем разработать какие-то показания к проведению таких исследований, потому что вполне возможно они действительно смогут помочь нам выбрать какую-то адекватную терапию для наших пациентов. О чем я еще хотела поговорить? У нас далеко не каждая генетическая поломка в определенном гене ассоциируется только с одной какой-то опухолью. Например, тот же самый рак молочной железы может быть обусловлен точно так же, как и рак простаты наследственной. Он может быть обусловлен поломками довольно большой количества генов. И в то же время поломка одного гена, например, P53, может привести к огромному количеству самых разнообразных опухолей. В этом заключается вот такой немножко генетический перекрест. То есть, когда мы не всегда, видя какой-то определенный набор первичных множественных опухолей, можем однозначно, прямо сразу и бесповоротно сказать, что мы должны у этого больного искать. Поэтому, как правило, тестирование все-таки достаточно обширное, и ему обязательно должно предшествовать все-таки генетическое консультирование. Подавляющее большинство наследственных опухолевых синдромов связано с дефектами в генах-супрессорах, которые отвечают за восстановление ДНК. Но, естественно, здесь самое главное – это те синдромы, которые мы видим достаточно часто. Но, в первую очередь, естественно, Берсия 1-2 ассоциированные и ассоциированные с развитием микросателитной нестабильности. То есть, это наследственный рак молочной железы яичников, так называемый, и синдром Линча. Но, если говорить непосредственно об урологических опухолях, ну, ни для кого не секрет, что примерно 10-15% рака предстоятельной железы обусловлены именно наследственными мутациями. Чаще всего это мутации гена Берсия 2. Почему 10-15? Они больше, как мы видим по различным исследованиям, потому что еще примерно столько же составляют соматические мутации, то есть, те, которые возникают непосредственно в опухоли. Но надо сказать, что для тех пациентов, которые являются носителями наследственных мутаций, а частота, как вы видите, достаточно высока, это примерно каждый 400-500 человек, не больной, а именно человек, возрастает риск развития опухоли других локализаций. Это и рак молочной железы у мужчин, который практически в 70% ассоциирован с носительственным мутацией, это и рак поджелудочной железы, которые ассоциированы, наверное, и не так часто. Мы видим среди пациентов с раком поджелудочной железы где-то примерно 8-9% носителей тем не менее мутации. А рак предстательной железы, безусловно, и рак желудка. Нужно понимать, что, например, сочетание вот таких вот заболеваний, например, того же самого пациента с раком предстательной железы, конечно, должны в первую очередь наталкивать на то, что больного нужно обследовать на наличие наследственного опухолевого синдрома. Мы знаем, зачем это нужно. Уже, мне кажется, все мы неоднократно прослушали целый ряд самых разнообразных лекций на предмет того, что именно повреждения репараций ДНК, за которые отвечают гены вот этой вот репараций, они крайне важны не только для того, чтобы определить возможную предрасположенность наследственного, но и к тому, чтобы обеспечить пациенту определенный подход к лечению и наблюдению, поскольку здесь как раз очень хорошо разработаны профилактические мероприятия, которые могут быть применены к пациенту. Хорошо известен график обследования этого больного, который позволит, если не предотвратить развитие каких-то вторых опухолей, то хотя бы увидеть их на ранней стадии, где они гораздо проще могут быть подвергнуты лечению. Синдром Линча – еще одна очень интересная история. Тоже нередкое на самом деле заболевание. Как правило, мы видим, конечно, больных с колоректальным раком. Если вспомнить, откуда что берется, это, собственно, поражение генов репараций, неправильность паренных оснований. Когда происходит ошибка построения ДНК, эту ошибку должны исправлять специальные белки. Если же в них происходит мутация, то ошибки не исправляются, докапливается огромное количество мутаций, возникает так называемый феномен микросателитной нестабильности, который является, можно сказать, меткой синдрома Линча. Что следует урологу помнить в синдроме Линча, что, конечно, кишка кишкой – это все понятно. Экологи уже разработали свою тактику и полного удаления толстой кишки у этих пациентов. Но надо помнить, что у этих больных достаточно высок риск развития вторых опухолей либо действительно первично множественных заболеваний. Это чаще всего опухоли верхних мочевых путей. Как правило, это мутация гений MSH2. Рак мочевого пузыря, надо сказать, что данные, которые публикуются, весьма разноречивы. Кто-то пишет, что риск развития невысок, не превышает 5%, кто-то пишет о 30%. Также мутации гена MSH2. Рак предстоятельной железы, как вы видите, достаточно частая история. И до 65% этих раков, они подтверждены как возникшие на фоне синдрома Линча. Потому как примерно 35% будут без микросателитной нестабильности, что показывает их соматическую природу, то, что они не ассоциированы именно с синдромом Линча. И это к чему я говорю, потому что даже пациенты с синдромом Линча, они не предохранены от развития спорадических заболеваний. И вот в ряде случаев таким спорадическим вторым заболеванием является именно рак предстоятельной железы. Рак яичка – редкая история. И еще более редкая история – это рак почки. Там даже статистика-то не особо известна, но такие случаи описаны в литературе. И тоже сочетание, например, рака почки и рака кишки, особенно если присутствует микросателитная нестабильность, должно вызывать, конечно, настороженность в плане синдрома Линча у пациента. Довольно большое количество гораздо более редких онкологических синдромов также ассоциированы с развитием первичных множественных заболеваний, которые в том числе поражают и органы оргенитального тракта. Как вы видите, их достаточно много. Не буду все их перечислять, потому как это, конечно, все-таки дело генетиков. Но еще раз хочу просто напомнить, что любое наличие первичной множественной опухоли должно быть причиной настороженности у доктора и, возможно, причиной для направления больного хотя бы на консультацию генетикой для того, чтобы попытаться определить, не является ли вот этой первичной множественной опухоли все-таки проявлением, соответственно, наследственного опухолевого синдрома. Ну и хотелось чуть-чуть в завершении мне сказать уже о непосредственно наследственных формах рака почки. Вы о них, естественно, все хорошо знаете. Не слишком частая эта история. Как правило, они ассоциированы с определенными подтипами рака почки, но и одновременно с достаточно характерными вторыми опухолями. Самый частый, конечно, это синдром Хиппеля-Линдау. Там достаточно часто встречаются первичной множественной поражения, но там хотя бы разработано некое профилактическое наблюдение. Каждые полгода больной должен наблюдаться при появлении небольших опухолей без метастатического какого-то компонента, конечно, больные должны оперироваться. Со всеми остальными синдромами все гораздо сложнее, потому что сейчас в настоящий момент далеко не для всех из них существует какая-то разработанная система наблюдения, и уж тем более совсем далеко не для всех из них разработана система профилактики. И это на самом деле является достаточно серьезной проблемой, потому как мы, конечно, можем заподозрить у больного опухолевый синдром. Это и ранний возраст возникновения, первую опухоль, наследственная анамнез, количество и состав этих неоплазий. Но мы имеем довольно большое количество проблем, связанных непосредственно с генетическим тестированием. Нужно понимать, что, конечно, больной должен обязательно консультироваться у генетика. Наши зарубежные коллеги на самом деле рекомендуют две консультации – до того, как больной будет направлено на генетическое тестирование и после того, поскольку у больных достаточно часто возникают серьезные психологические проблемы, связанные, например, с обдружением какой-то генетической аберрации, и с ним зачастую должны работать психологи. И, наверное, самая неприятная история, что только примерно у 30% пациентов, у которых есть все признаки наследственного синдрома, мы можем действительно достоверно обнаружить генетическую аномалию, которая будет точно совершенно ассоциирована с наследственной предрасположенностью. Вот одна очень интересная работа, которая была опубликована в 2019 году. Это первичные множественные опухоли, самые разнообразные локализации, были отобраны больные, у которых был или личный, или не личный, и семейный анамнез. Они были обследованы достаточно широкой панелью генов, как вы видите, это было проведено секвенированием, безусловно. И только у 22% было обнаружено абсолютно достоверная генетическая аномалия, которая ассоциирована с данными заболеваниями. Еще у 33% эти аномалии нельзя было однозначно трактовать. Это так называемый вариант неясного клинического значения. Это наша большая головная боль, поверьте. Мы ужасно с этим мучаемся, и зачастую они переквалифицируются в течение нескольких лет, пару раз, то в доброкачественные, то в патогенные. И, как вы видите, примерно 43% этих пациентов не показали какой-то одного гена, который был бы ответственен за эту ситуацию. Чаще всего там бывает так называемое полигенное наследование, которое нам гораздо меньше известно, и которое требует гораздо более серьезного изучения. То есть диагностика наследственной предрасположенности – эта штука очень и очень непростая. Ну и если говорить непосредственно о раке почки, то, конечно, здесь вот есть такой очень интересный алгоритм, который разработали наши американские коллеги Слон Кэтринг, которые целенаправленно работали по этой проблеме в течение 10 лет, и в зависимости от состава вторых и последующих опухолей, они, соответственно, рекомендовали, на какое генетическое тестирование может быть направлен пациент. Но в данной ситуации мне просто хотелось бы обратить ваше внимание, что, конечно, любая первичная множественная опухоль должна служить причиной для того, чтобы, по крайней мере, направить больного на консультацию к генетику. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Анатольевна. Очень интересное сообщение. На мой взгляд, конечно, я понимаю, что ответить на все вопросы Олега Ивановича – это невозможно сегодня. Но, коллеги, у кого есть вопросы к Елене Анатольевне? Елена Анатольевна, а Вы не считаете, что, наверное, если брать для исследований пациентов с первичным множественным раком, это будет более продуктивно, нежели больные с моноопухолями? Там, где рак доказанный, тогда, может быть, будет получше набор материалов, побыстрее, поинтереснее. Валерий Иванович, безусловно, это будет гораздо все интереснее. Но надо, на самом деле, может быть, запланировать подобное исследование и посмотреть, что у нас может из этого получиться. Потому как, кроме наследственных каких-то причин, мне кажется, в данной ситуации нужно еще и исследовать, действительно, не являются ли эти опухоли последствиями какого-то единого соматического процесса. То есть, может быть, там будет общий набор мутаций, таких вот основных, основополагающих, начинающих, которые позволят, например, разделить первичным множественным от, например, каких-то мультифокальных. Тех же самых опухолей. Потому что такие работы, на самом деле, в других дисциплинах проводятся достаточно широко. Например, при том же самом раке легкого известно, что при мультифокальном поражении примерно 25% всех опухолей являются первичным множественным, то есть имеют разное происхождение. Поэтому здесь вот тоже это было бы крайне интересно посмотреть, насколько вообще они похожи генетически. То есть вы генетически у таракальных онкологов можете спокойно ответить на вопрос, это первичное множество на себе, это мультифокулярность. Если задаться такой задачей, ну вот это показали наши корейские коллеги, сами мы такой работы не проводили, но они показали, что 25%, то есть четверть всех мультифокальных поражений являются первичным множественными. Все остальные имеют общее происхождение. Спасибо. Ну вот это уже интересно. Поэтому я тоже всегда считал, что, наверное, будущее в плане ответов на эти вопросы, оно именно за вами, за морфологами, за генетиками, а не за клиницистами. У нас получается на сегодняшний день просто так, на чутье основаны понятия первичной множественности, билатеральности, имплантационности и так далее. Я, да, я хотела бы сказать о том, что, знаете, послушав ваш доклад, я поняла, что у нас кроме онкологических ставок врачебных, нужно диспансер обязательно, конечно, иметь генетику. То есть то количество синхронных раков, которые мы сейчас имеем, генетахронных, синхронных, неважно, первичном множестве, но достаточно большое, и я думаю, что этих пациентов, конечно, нужно, чтобы осматривал генетику. И еще я поняла о том, что ваша работа нам говорит прежде всего о том, что нам нужно ваши данные использовать именно в ранней диагностике вторых локализаций, да, при наличии каких-то генетических. Потому что я так понимаю, что в своих лечебных опциях мы ограничены только одним препаратом. Да? Да, я стараюсь. Бодреванш, да? То есть вот это наши, эти знания нужны только для того, чтобы нам прицельно проводить скрининг у этой группы пациентов, у которых была диагностирована генетическая поломка. По большому счету, вот, кроме рака предстательной железы, мы на сегодняшний день-то и не имеем практически в онкоурологии каких-то других генетических мутаций. Ну, сейчас исследуют при раке мочевого пузыря, да, там, и в ЖФР, но... Как бы там... Но я в плане того, что у нас нету лекарственно-генетических больше препаратов для исправления этих проблем. Это только ради скрининга для локализации. А мы уже с Ириной Анатольевной поднимали вопрос. Если мы, допустим, выявляем мутации у больных раком предстательной железы, ХРР, да, то больного, может быть, если доказанный рак предстательной железы, тем более метастатический, может быть, он должен получать в качестве постоянной терапии так же, как андрогенную депривацию, так и аллопарин, да? Ну, вы же знаете, что мы не сможем назначить, видимо, парк ингибитора пациентом с этими мутациями. Ну, вот это вопрос с Ириной Анатольевной говорили, да, то есть если у человека есть поломка, она уже никуда не денется. И этот больной, независимо от того, как он будет дальше жить, развиваться, то этот препарат... Я призываю Ирина Анатольевна не покидать нас, потому что я думаю, что мы еще вернемся к этим вопросам, к дискуссии в конце нашей заседании. Вы, рассушившие нас, покидаетесь, и позвольте вопросы с чата, прежде чем вы идете. Скажите, это, в принципе, вопрос тот же, который уже понял, Олег Иванович, но я все-таки его озвучу. Все-таки при обнаружении какой-либо аберрации возможно ли применение таргетного препарата, направленного на эту мешель, но не имеющего показаний по локализации? Вы знаете, скорее всего, таргетный препарат не будет так хорошо работать. Я вам скажу, почему. Потому что пока у больного не развилась опухоль, это означает, что у него совершенно полноценно работает второй здоровый ген, который он получил от второго родителя. И поэтому назначение там препарата с целью элиминировать что? Или возникающие только опухолевые клетки, пока для нас не очень-не очень понятно, насколько действительно поможет предотвратить развитие вот этих опухолей. Поэтому здесь нужны, конечно, дополнительные исследования. Идея очень интересная, но ее надо будет еще как-то как следует обдумать и понять, как мы должны себя вести в данной ситуации. А тогда, если продолжить этот вопрос, если у больного есть уже однотипные опухоли по поломкам генов, первично множественные, ну, наверное, у этих больных больше вероятность того, что такая таргетная терапия имеет смысл. Ну, мы же с вами не знаем, где и когда выстрелить в следующий раз. Поэтому здесь очень-очень сложный вопрос, Валерий Иванович. Вот я не готова, нужно, наверное, как-то посмотреть. Елена Анатольевна, я правильно понимаю, что наличие даже выявленных каких-то аберраций, мутаций, не говорит нам о прогнозе этого пациента? Да, ну, с определенным процентом вероятности. То есть мы можем судить о какой-то вероятности в зыкновении еще очередных опухолей. Но мы прекрасно знаем, что даже среди женщин-носительницы мутаций гена Берсей 75% заболеют, а 15% нет. Вернее, даже сколько-то, 25%, да? А почему? Вот этого мы не знаем. Потому что пытались найти какие-то генетические предикторы от того, что у человека не разовьется опухоль. Не нашли пока до настоящего времени. Поэтому вопрос, я говорю еще раз, очень сложный. И здесь, конечно, требуются еще какие-то дополнительные исследования. Мы переходим дальше. И слово представляется Эмиль Феридовичу Адаряхимову. Он представит хронический случай. Конечно, без генетика дальнейшая наша конференция будет несколько, скажем так, иметь учеченный в чем-то характер. Хотелось бы слушать комментарии специалистов в этом вопросе. Но давайте попробуем разобрать клинический пример следующий. Пожалуйста, Михаил Феридович. Разрешите представить вашему вниманию генетический случай предречен множественного метахронного рака. Пациент 1952 года рождения с установленным диагнозом рак правой почки ПТ1БН010. В момент установления пациенту было 61 год. И в декабре 2013 года выявлено образование размерами до более 4 см без признаков вторичного поражения. И в январе 2014 года в пациенту проведено хирургическое лечение резекции правой почки. В феврале 2017 года стал отмечать боли в области крестца. Проведены обследования, обнаружены метастазы крестец, первые и десятые грудные позвонки. В связи с болевым синдромом пациенту проведена дистанционная лучевая терапия. И назначена таргетная терапия с инфинибом по стандартной схеме. Стоит отметить, что на фоне таргетной терапии через 2 месяца развилось осложнение в виде инфарктной пневмонии правого легкого, в связи с чем таргетная терапия была отменена. В октябре 2017 года пациент попал к нам на консультацию в отделении урологии ЦКБ и выполнил пересмотр компьютерной пневмонографии в феврале 2017 года. И обнаружено метастатическое поражение скелета остеогластического характера, что наводит на мысль, что у пациента вероятнее всего метастазы обусловлены другим металлогическим заболеванием, так как для рака почки больше характерен остеогластический характер поражения. Проведено в связи с этим дообследование. У пациента выявлено повышение просады 9 нанограмм на миллиметр по данным МРТ малого таза образования предстательной железы с экстрорганным распространением, поражением тазовых ненфузлов и крестцами. В связи с этим выполнена диопсия, верифицирован рак предстательной железы в обеих долях, по сцентографии, также изменение крестцей и грузных позвонков. Таким образом, диагноз у пациента изменился. Он стал первичным множественным металлогическим раком. Рак правой почки ПТ1Б0Н0 и рак предстательной железы СТ3БН1М1. В связи с тем, что у пациента имелся кастрационный альфруктизинферал, в связи с тем, что у пациента был гормоночувствительный статический рак предстательной железы, в декабре 2017 года начали лечение в стандартном режиме, аналогами ЛДРГ и до 100,6 курсов. При этом надел ПСА в мае 2017 года, снизился до 1,2 нанограмма. Через 3,5 года пациент обратился к нам в консультацию, то есть в течение 3,5 лет о нем не было слышно, он пропал с радаров и пришел к нам повторно на консультацию с таким большим интервалом с ПСА-407. При этом тестостерон конституционный выявили также по обследованию распространение опухоли уже с повлечением ничемого пузыря, поражением кости и таза и развитием хронической задержки мочи, находясь в прогрессированном заболевании. И по компьютерной томографии группной клетки выявили очаг в шестом седьмите левого легкого и очаге в третьем позвонке поясничном и в крыле левого поддушного хвоста. В связи с задержкой мочи пациент установлен тракан тестостеронин. У пациента в данном случае мы можем рассматривать как конституционно-резистентную форму в связи с тем, что ПСА растет, находим конституционный уровень тестостерона и имеется прогрессирование. В тот момент, в сентябре 2021 года, мы расценивали очаг висцеральной в белом легком как прогрессирование рака предстательной железы. Поэтому ниже вы видите диагноз, обусловленный именно как метастаз рака предстательной железы в легкой и кости. В связи с тем, что у пациента достаточно большой промежуток времени прошел с проведения химиотерапии, пациенту принято решение назначить реиндукцию ДОЦ-ТАКСЕЛОМ. В связи с тем, что у пациента еще была установлена цистостома, попытки с назначением ДОЦ-ТАКСЕЛОМ избавить от цистостома и продолжала гермальная терапия ЛХ-РАШ-АНАМОГО. В марте 2022 года также проведено контрольное обследование, по результатам которого мы не увидели значительной динамики, как в отрицательную, так и в положительную сторону, и дальше застали на блюдо деятельности. В мае 2022 года при контроле МАКСЕЛОМ отмечен рост ПАСА, также конструкционный уровень тестостерона и появление по данным КТ новых очков в режимах. В мае 2022 принято решение все же выполнять диапсию 6-го сегмента левого и левого под КТ-наведением, но при этом обхолюроз не включил. Пациент в июне 2022 года, вне наших рекомендаций, несмотря на то, что получает гормональную терапию, делал ПЭТ-КТ с СМА. И по результатам ПЭТ-КТ выявили очаги повышенного накопления в обоих легких с максимальным суб 3,5-4 сетей. Ну, далее мы задумались, как продолжать лечить этого пациента. Потому что у пациента проводилась химиотерапия, в первой линии тот с таксором. Несколько вариантов назначения лечения рассматривали и КАБАЗИ-таксил, и Абилатрон, и, соответственно, имбултамит. Было такое проведенное исследование, когда назначался эндолутамит пациентом с метастатическим конституционным раком при статине железы. И мы получили те данные, которые нас удовлетворили в плане возможного варианта лечения эндолутамины. Тогда как эндолутамит повышал общую выживаемость в сравнении с пластмой. И в июле 2022 года, все же на фоне продолжающейся гормональной терапии ЛАШ-РАШ-Налдина, мы добавили эндолутамит в стандартной дозировке. Пациенту проведены контрольные обследования в октябре 2022 года, на фоне которых мы видим положительную динамику. ПСА снизился до 1,7 анаграмма иммунолитра, и по компьютерной томографии грудной клетки уменьшились в размерах очагового образования в легких, и имеется тенденция к эффективному лечению. К сожалению, на тот момент в октябре мы рекомендовали пациенту проведение стандиграфии, презентации неуказанной информации, и в дальнейшем, если говорить о выводах, то у пациента, конечно, есть шанс на продолжение лечения на фоне антиандрогенов нового поколения. О возможных дальнейших результатах будем уже сообщать в дальнейшем. Спасибо за внимание. Спасибо, Эмиль Фаридович. Коллеги, вы видели первый клинический пример, когда было сочетание онкологического рака и опухоли прямой кишки. Сейчас двух онкологических раков. По представленному клиническому примеру, у кого есть вопросы, мне кажется, они здесь просто должны быть. Вы знаете, мне хотелось бы задать не вопрос, а просто в виде комментариев сказать, а почему вы решили делать стандиграфию скелета, если вы делали только ПЭТ, и по ПЭТ вы увидели какую-то активность процесса, на основании которой вы поменяли лечение. Поэтому логичнее, с моей точки зрения, и оценивать эффективность лечения по результатам ПЭТ, а не вклинивать еще дополнительные методы диагностики, которые могут внести какую-то, наоборот, определенную сумятицу, скажем так, в понимание, в каком направлении движется процесс. Ольга Валентиновна, спасибо за ваш вопрос. На самом деле, меня этот вопрос очень интересует уже давно, поскольку зачастую коллеги очень часто используют ПЭТ, в том числе и ПЭТ-ПСМА, и ПЭТ-ПТ, при тех локализациях, даже где эта методика не используется по стандарту. Что касается данной ситуации, стационно-резистентный рак констательной железы для оценки эффективности лечения по стандарту мы должны использовать для оценки радиологического прогрессирования, это стинтиграфию и КТ, соответственно, трехзон, для того, чтобы оценивать неприявления или сферальной метастазы, или послой метастазы. Для меня, на самом деле, по результатам этого клинического примера, я хотел как раз к вам вопрос задать. Мы знаем, что на фоне гормональной терапии снижается активность опухолевых клеток, в частности, предстательной железы. И можем ли мы здесь ПЭТ-ПСМА использовать? В данном случае получили ответ и исполнен выбор сделан в том числе на основании ПЭТ-ПСМА, который был выполнен. Но вообще на фоне гормонального лечения не положено делать ПЭТ-ПСМА этим пациентам, потому что активность на фоне этого лечения снижается. Простите. Валерий Иванович, вы имеете ввиду после первого курса или реиндукцию? Ну вот там ладно, после первого раза он потерялся. Ладно, я согласен. И у меня там был бы вопрос, а почему никаких локальных методов воздействия не применяли? И собственно говоря, цистостомы это закономерный результат того, что у вас простата потом опять порезала вверх. И второй раз вы ее уже уменьшить не сможете. А вот вопрос по реиндукции. Вы провели шесть курсов, у вас был ответ. Снижение ПСМА, стабилизация. Вы почему остановились? Валерий Иванович, в связи с тем, что все же ПСМА начал подрастать и появились дополнительные очаги в рёдках? Вы закончили, я смотрел, вы закончили в феврале, по-моему, месяце. А ПСМА у вас начал подрастать от мая месяца. То есть вы с февраля по май в течение трех с лишним месяцев пациенту никакого лечения, кроме гормональной терапии, не проводили. Валерий Иванович, я позволю вмешаться. На самом деле мы обсуждали как раз вопрос локального лечения. Я полностью согласен, что если бы пациент на первое время, когда мы лечили гормоночувствительный метастатический рак пристательной железы и провели химию гормонотерапию, если бы он не выбыл под наблюдением, мы действительно ставили вопрос о вводении локальной лучевой терапии дистанционной напротив пристательной железы. Я в его ситуации при малом объеме поражения по скелету, в общем-то, это был оптимальный вариант лечения, что, в общем-то, подтверждается данными международных исследований. Что касается, ну, как вы видите, что он уже не раз выбывал из под наблюдением, и пациент, который, скажем так, не совсем постоянно, не совсем комплоентный в плане лечения и продолжения лечения, он действительно выбыл после, когда мы провели первые шесть курсов на этапе гормональной чувствительности, и второй раз после завершения шести курсов химиотерапии, он опять пропал на 2-3 месяца, и после этого уже появился с задержкой мочи. Ну, в смысле, да, вернее, с повышением ПСА и с прогрессированием. Более того, я могу сказать, что он сейчас на золотомите, и не исключаю от того, что он опять сейчас пропадет на золотомите на какое-то время, и только потом появится, когда опять будет плохо. К сожалению, это так. Хорошо, теоретически, вы бы рассматривали вопрос, если бы больной был дисциплинированным, рассматривали бы вопрос... Да, возможно, здесь возможно, на мой взгляд, возможно продолжение химиотерапии по поводу конструкционной резидентности до тех пор, пока она эффективна в данном конкретном случае. Вопрос только в том, что, ну, на самом деле, ответ на повторное введение ДЦАКСЕЛа был не очень выражен. Там снижение с 4 до 3,75 по ПСА, и вроде бы стабилизация по ОЧГА. Но как только ее прекратили, снова прогрессировали. Скорее всего, все-таки, думаю, что ближайше, даже если продолжили химиотерапию с ТЦАКСЕЛом, я так думаю, что, наверное, там через 2-3 месяца мы получили все прогрессированные заболевания. Ольга Валентиновна, мы с нетерпением ждем Вашего сообщения о первичном множестве злокачественных образованиях урологии и роли ПЭТ-КТ и ее возможности в данной ситуации. И я предлагаю Вашему вниманию доклад, подготовленный коллективом ПЭТ-центра Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Перед Вами список основных радиофармпрепаратов, которые мы используем для ПЭТ-КТ в онкоурологии. И Вы видите, что здесь и абсолютно универсальные радиофармпрепараты, такие как фтордезоксикдухоз, замеченные 18-м втором, которые мы используем всегда в ПЭТ-диагностике, во всех буквально направлениях ПЭТ-диагностики. И в том числе здесь очень специфичные, высокоспецифичные препараты, типа Дота-Тейт для визуализации нейроэндокринных опуполей или PSMA, леганды PSMA, намеченные втором и легалием, для визуализации гиперэкспрессии простатспецифического мембранного антигена, которые наиболее выражены, это экспрессия и гиперэкспрессия наиболее выражены, как Вы знаете, при раке предстательной железы. Что нам необходимо учитывать, когда мы говорим о выполнении ПЭТ при первичном множественных опухолях? Конечно же, в первую очередь мы должны определиться, с каким препаратом мы будем работать, и поэтому нам необходимо обязательно максимально точно знать дискологический тип опухоли. Безусловно, для нас важны любые знания о клинических проявлениях опухолевого процесса, этапе развития опухоли, этапах лечения предшествующих каких-то сопутствующих заболеваниях. Конечно же, мы при выборе радиофармпрепарата учитываем особенности его физиологического распределения и, соответственно, точности той информации, которую мы планируем получить. Когда мы говорим о трактовке результатов ПЭТ, мы всегда учитываем и характер накопления препаратов патологической мочи, и локализацию, и сопоставляем данные ПЭТ и КТ, и сопоставляем наши результаты с теми результатами, которые уже известны у данного больного по методам других исследований. Поясню, что я хотела сказать на примере фтордозоксиглюкозы. Как известно, фтордозоксиглюкоза, которую мы используем для поддиагностики, характеризует энергетический метаболизм опухолей. И в наиболее часто встречающихся опухолях она накапливается достаточно интенсивно. Тем не менее, существуют определенные ограничения, мы хорошо знаем. Это нарушения углеводного обмена, при которых мы можем ожидать появления ложно-положительных или ложно-отрясательных результатов ПЭТ. Это нарушения различные, это различные состояния, связанные с физиологической активностью, с наличием воспалительных и инфекционных процессов. Потому что, как известно, фтордозоксиглюкоза – это не тумаротропный препарат. И это ограничивает, с одной стороны, является определенным недостатком при использовании этого препарата в онкологии. Перед вами модель физиологического распределения фтордозоксиглюкозы в организме. И, как вы видите, препарат, помимо того, что он очень интенсивно накапливается в головном мозге или, например, в работающей мышце миокарда, препарат экспретируется почками, соответственно, накапливается в чашно-лоханочной системе и в мочевом пузыре. Поэтому, исходя из этого, мы уже априори понимаем, что оценка физиологического накопления препарата в этих органах может затруднить оценку патологического процесса, если он здесь локализуется. Кроме того, у пациентов репродуктивного возраста мы ожидаем накопление препарата в яичках и в яичниках. И это тоже влияет на точность диагностики и состояние этих органов. Кроме того, мы знаем, что фтордозоксиглюкоза накапливается в некоторых злокачественных опухолях, накапливается достаточно плохо, потому что они характеризуются низким уровнем гликолиза. На сегодняшний день мы уже хорошо знаем, какие гистологические типы опухоли характеризуются активным накоплением фтордозоксиглюкозы. И вы видите, я их перечислила, это плоскоклеточные, переходноклеточные раки, аденокарциномопопулярные раки. То есть это те гистологические типы опухоли, с которыми вы наиболее часто встречаетесь в онкоурологии. И, к счастью, при этих гистологических типах опухолей мы гарантируем высокую точность результата ПЭД при использовании фтордозоксиглюкозы на всех этапах диагностики и лечения. Но существует другая группа опухолей, которые слабо или нерегулярно накапливают фтордозоксиглюкозу. И на первое место я поставила ацинарное аденокарциномопростата. Вторая строчка – это светлоклеточный почноклеточный рак. И это тоже те опухоли, к которым вы имеете непосредственное отношение. И в этих случаях, при этих гистологических типах опухолей, при использовании фтордозоксиглюкозы, конечно, возможно низкая точность результата ПЭД на всех этапах обследования и оценки эффективности лечения. Что такое слабо накапливает препарат, это понятно. А вот что такое нерегулярно накапливает препарат, это не совсем, наверное, понятно. И я поясню. Когда мы выполняем ПЭД, мы столкнулись с метаболической гидрогенностью опухолей в пределах одного гистологического типа. На слайде представлено два пациента с светлоклеточным почным клеточным раком. Это разные пациенты. И вы видите, у одного пациента большая опухоль почки и огромный элитический метастаз позвонки практически не накапливают фтордозоксиглюкозу. Тогда как у другого пациента с таким же гистологическим типом опухоли мы видим интенсивное накопление препарата в опухоли почки. О чем это говорит? Я думаю, что это в выход один… Простите, сначала я закончу мысль. Это говорит о том, что в данном случае у данного пациента информативность ПЭД-КТ может быть низкой. И, соответственно, вряд ли стоит использовать этот метод для последующего наблюдения за пациентом. Тогда как у данного больного, безусловно, результаты ПЭД-КТ будут иметь высокую информативность при последующем наблюдении. Я думаю, что вот это знание о том, что сейчас один и тот же гистологический тип имеет различия в каких-то метаболических процессах, которые мы еще не можем учесть, на самом деле это может нам подсказать вот этот ответ, который задавал Валерий Иванович по поводу первичной множественности. И это на самом деле очень интересные вещи, которые мы вот сейчас уже видим, но еще не понимаем, как это будет выход в клиническую практику и, например, в какую-то эффективность лечения. Потому что уже на сегодняшний день совершенно понятно, что это различные, какие-то различные метаболически различные опухоли. Значит, наверное, при современном развитии онкологических, при различном обилии онкологических препаратов лечебных, скорее всего, есть препараты, к которым данный пациент будет чувствителен, тогда как вот этот пациент будет чувствителен к другим препаратам. Ну, это я, как бы говорю, предполагаю, какой это может иметь выход. Итак, основные направления клинического применения ПЭТ-КТ при первичном множественном злокачественном опухоле. Конечно, это диагностика и дифференциальная диагностика доброкачественного злокачественного процесса. Это оценка распространенности опухолевого процесса, оценка эффективности лечения и диагностика рецидива, и оценка распространенности рецидивного процесса для определения возможности локального либо системного лечения, что, безусловно, очень важно. На сегодняшний день клиническое значение результатов ПЭТ не вызывает никаких сомнений. Вы видите данные американского национального онкологического ПЭТ-регистра. Огромное количество больных. Результаты ПЭТ позволяют оптимизировать лечение более чем у третьей обследованных больных. Это огромное количество больных. Когда мы говорим о ПЭТ-КТ при первичном множестве на злокачественных опухолях, конечно же, мы подразумеваем персонифицированный подход к выполнению ПЭТ-КТ. И это касается, как я уже говорила, выбора препарата, который определяется, безусловно, конкретной клинической ситуацией. И клиницисты при этом должны понимать, что в большинстве случаев дифференциальная диагностика генеза метастатического поражения по результатам ПЭТ-КТ – это достаточно сложная проблема. Задача ПЭТ при первичном множественном раке все-таки на сегодняшний день – это оценить распространенность опухолевого процесса и оценить эффективность его лечения, оценить агрессивность в случае, когда мы делаем исследование для оценки эффективности лечения. Поясню это на конкретном примере. В данном случае, кстати говоря, это наш недавний пациент с Валерием Ивановичем совместный. И у пациента множественная нейлома, распространенная стадия в процессе иммунотерапии с очень хорошим частичным ответом. И кроме того, у него рак предстательной железы, распространенная стадия тоже в процессе гормонального лечения, мы видим быстрый рост ПСА с 0,5 до 3 нанограмм на миллилитр в течение года. Учитывая такую быструю кинетику ПСА, при обсуждении мы приняли решение, что все-таки наши поиски должны быть направлены на прогрессирование рака предстательной железы. И поэтому был выбран ПСМН, яичный, в 18-м туре для диагностики. И, соответственно, мы по результатам ПЭД увидели локально распространенный процесс тазу в предстательной железе с распространением на семенные пузырьки, в параректальной клетчатке и в прессакральном лимфозле с высоким накоплением препарата. Кроме того, мы увидели небольшой слабый фокус слабого накопления препарата в одном из участков скелерозирования в ребре. И, в общем, было не совсем понятно, что это связано. Вот это накопление в ребре – это частично залеченный ветостат рака предстательной железы на фоне гормонотерапии, либо это все-таки проявление минимальной остаточной болезни при умноженной меломе. Учитывая разницу, существенную разницу в метаболизме того процесса, который мы выявили в тазу, и который однозначно связан с предстательной железой, с раком предстательной железы и вот этого процесса в ребре, мы решили, что, конечно же, это патогенетически совершенно не связанные процессы. Но в этом ключе я хотела бы вам сказать, обратить ваше внимание на вот какой момент, что, используя простацептический мембранный антиген, нечего на 18-м втором, мы столкнулись с проблемой гипердиагностики поражения скелета. И это не только наш опыт. Перед вами исследование швейцарской группы, большое количество пациентов, первичное стадирование и диагностика рецидива рака предстательной железы. Посмотрите, практически у 50% больных выявлено очаговое накопление PSMA в скелете неспецифического генеза. Оно характеризовалось мысльной интенсивностью, ему не соответствовали никакие изменения на КТ, и оно не ассоциировалось с другими факторами неблагоприятного прогноза. Но что самое неприятное, из этих 50%, практически у половины выявленные изменения имели решающее значение для определения лечебной тактики, то есть возможности выполнения радикального лечения, либо проведения локальной или системной терапии. Кроме того, я нашла другое исследование, в котором вы видите перечислено огромное количество всевозможных процессов, которые характеризуются повышенным накоплением PSMA. В частности, различные перечислены целых список процессов в скелете, в том числе это воспаление и воспалительные инфекционные состояния, это доброкачественные опухоли, кроме того, это различные злокачественные опухоли. И на первое место я вам поставила светлоклеточный рак, почечноклеточный рак, что очень интересно. Вот еще одна статья 2022 года, кому будет интересно, прочитайте ее. Роль PSMA легандов в диагностике почечноклеточного рака. И на сегодняшний день в статье обсуждается очень интересная возможность проведения радионуклидного лечения пациентам с метастатической почечной карциномой по типу тераностики с использованием лечебно-диагностических пар, то, что мы на сегодняшний день видим при раке предстательной железы. Но кроме гипердиагностики при использовании PSMA, мы, конечно же, сталкиваемся с недооценкой возможности наличия первичного множественного злокачественного опухоли. С чем это связано? Это связано с тем, что клетки большинства других злокачественных опухолей все-таки имеют невысокую экспрессию PSMA на своей поверхности. И, соответственно, мы видим низкую интенсивность накопления, накопление препаратов в патологическом очаге, которое затрудняет его правильную интерпретацию. Здесь, конечно же, более важное значение имеет детальная оценка КТ-части изображения, на что нужно обращать внимание. Клинический пример. Все-таки нужно сказать, что для диагностики первичного множественного злокачественного опухоли мы чаще всего используем тордезовсю глюкозу, несмотря на сочетание опухолевых процессов. Клинический пример. Пациент пришел к нам с уже известным раком очагового пузыря. Вы хорошо видите накопление втордезовсю глюкозы в опухолевом пузыре и с образованием в легком неизвестного генеза. Мы сделали исследование, и что мы увидели? Изменения в легких, очаг в легком более характерен. Пол КТ модели, модель визуализации на КТ, он как-то менее предполагал метастатическое поражение, а более соответствовал первичной опухоли. И, соответственно, мы увидели всего два ПЭТ-позитивных очага в легком и в мочевом пузыре. Мы сделали какие-то зоны регионального метастазирования и для легкого, и для мочевого пузыря, не накапливали, не показывали никакого патологического накопления втордезовсю глюкозы. Соответственно, мы предполагали, что если это даже два опухолевых, злокачественных опухолевых процессов, рак легкого и рак мочевого пузыря, то, по крайней мере, региональные лимфатические вызовы, мы с большой вероятностью считаем, что они не затронуты, и, соответственно, что это локальные процессы, которые могут подлежать, соответственно, радикальному лечению. Другой пример. Другой пример. Пациент пришел к нам с большим образованием по поводу большого образования в легком и в лимфоузлах, в конгумерате лимфоузлов, медиастинальных лимфоузлов. При обследовании результаты ПЭД подтвердили предположение о злокачественном генезе, образование в легком с метастазами в медиастинальные лимфоузлы. Кроме того, результаты ПЭД позволили выявить патологический очаг подозрительный на злокачественный процесс в правой доле предстательной железе и утвердило на смысле, что это все-таки злокачественный процесс и наличие наружного подозрительного лимфатического узла. И далее мы этого пациента... Было принято решение о проведении... Был установлен диагноз, локально распространенная форма плоскоклеточный рак легкого, локально распространенная форма рака предстательной железы, проведена химия и гормональная терапия. И мы выполнили повторное исследование уже с целью оценки эффективности лечения. И что мы увидели? Мы увидели, что процесс в легком остался практически без динамики, что было, в общем, ожидаемо при плоскоклеточном раке легкого. А вот процесс предстательной железы, видимо, на поле гормональной терапии практически резоргировался, по крайней мере, редуцировался, существенно редуцировался. А вот лимфоузел, микростатически пораженный лимфоузел, вообще резоргировался. На фоне химиотерапии мы увидели увеличение воспалительного процесса в мочевом пузыре, которое было исходно зафиксировано на фоне, видимо, крупного конкремента. И в процессе химиотерапии воспалительный процесс этот усилился. И мы даже зафиксировали нарушение уродинамики, которое появилось. Видите, застой мочи, видимо, здесь появились признаки блокады мочиточника. И это, конечно же, требует дополнительного обследования. Другой пример тоже использования вторгозоксоглюкозы при первичном множественном раке. Очень интересный пример. У пациента в анамнезе удаление почки по поводу светлоклеточного рака и направлен к нам на диагностику в связи с образованием в легком, очень подозрительным на вторую метафронную опухоль. Результаты ПЭД выявили четыре очень неоднозначных очага. Сложный локализация с клинической точки зрения в плане интерпретации. С чем же это связано? Все-таки с раком почки, либо с опухолью второй, опухолью легкого. Мы увидели ПЭД-позитивный очаг в опухоли легкого, в линфоузлах на стороне этой опухоли, которая, вернее, простите, еще мы не знали, что это опухоль, конечно, что это вторая опухоль. Мы увидели, что это ПЭД-позитивные очаги. И вот в результате того, что локализация была такая странная, непонятно, с чем это было связано, было принято решение, что практически была предпринята попытка верификации всех этих очагов. И верификация при бронхоскопии, с одной и с другой стороны, позволила сказать, что это разные процессы. Здесь поставлен был диагноз, что это первичная опухоль легкого с метастазами в линфоузлой корне легкого, а из контрлатеральных бронхопульмональных линфоузлов и из очага остеолизиса в бедренной кости был получен материал, что это метастаз светлоклеточного почечно-клеточного рака. Вот такой вот сложный больной, и понятно, что эти данные, в общем, они подразумевают, с одной стороны, локально распространенный рак легкого, а с другой стороны, олигометастатическое, пусть такое дистантное, но олигометастатическое поражение рецептивного рака почки. Ну и последний пример. У нас очень мало времени остается. Ну, вот я скажу просто, что всегда идет очень сложная диагностика, какое лечение, локальное или системное. И в данном случае результат ЭПЭД у пациента с первичным множественным раком несколько раз подтверждает локальный рецептивный процесс, и это позволяет проводить палеотивную лучевую терапию, эффективную, и позволяет пациенту полноценно жить полноценной жизнью без каких-либо осложнений на протяжении достаточно длительного времени. Благодарю вас за внимание. Я обращаю ваше внимание, что все-таки выполнение ПЭД при первичном множественном раке это всегда персонифицированное выполнение, действительно требующее обсуждения и на этапе подготовки к исследованию, для выбора, для правильного выбора препарата, и, конечно же, на этапе интерпретации полученных результатов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Валентин, очень интересный, исчерпывающий доклад. К сожалению, у нас очень мало времени остается, у нас еще два доклада, и я прошу вопросы оставить на дискуссию, если у нас там будет время, мы можем обсудить. Юлия Владимировна, ваш клинический пример. Добрый день, коллеги. Мой клинический пример, он будет, наверное, сочетать проблемы, которые сегодня обсудили, не только связанные с ПЭД-КТ и с диагностикой, и до сих пор, конечно, очень сложная тема именно первично-множественных злокачественных наобразований. Свой клинический пример я подготовила для того, чтобы, наверное, обсудить и для себя до сих пор решить, правильно ли мы выбрали тактику лечения этого пациента и насколько это было действительно первично-множественное заболевание этого пациента, но тем не менее. Значит, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что это был рак, что представленный клинический пример – это рак предстательной железы с инвазией мочевой пузырь, метастазов по вздошной лимфузлы до 1 см в момент верификации процесса, биопсии простаты, несколько линий лекарственной терапии. Второй диагноз, который мы вынесли и определили для себя, это все-таки метастазы в печени, беспервично выявленная чага. У этого пациента было достаточно много осложнений. Но с чего начинается история? История начинается в апреле 2021 года. Понятно, что это мужчина, 63 года. Жалобы типичные для выявления опухоли предстательной железы – это были частые позывы, он съел МРТ. МРТ была представлена, картинка представлена на данном слайде, это рак предстательной железы с капсулярной экструзией, растание мочевой пузырь плюс инвазия в семенные пузырьки и повздошные лимфоузлы до 12 мм. Этот пациент был взятый клинический анализ. Мы видим, что ПСА 4,45. ИКОК на тот момент абсолютно сохранный пациент. ИКОК 0, анализы крови и референс на значениях, мы сразу понимали о том, что пациенту 63 года при таком уровне ПСА и с таким разместным распространением процесса, что мы столкнулись с достаточно тяжелой клинической ситуацией. Для нас было две важных вещи. Во-первых, это была гистологическая верификация. Пациенту была выполнена биопсия предстательной железы и практически было во время биопсии при контроле по данным УЗИ это были тотальные поражения. И было выявлено криброзное адренокарцинома, глисон 7,4 плюс 3, практически тотальное поражение опухолей по столбикам. Плюс у нас была вторая цель, это, конечно, до обследования пациента. Увы, были выполнены аффекты КТ, где нам сказали, что данных за поражение костной системы нет, плюс обязательно КТ двухзонный, это КТ грудной и КТ брюшной полости сконтрастированы, где кроме калика, пиктопила, эктазии справа и единичных лимфоузлов малого таза повздошных групп мы не увидели. Пациенту был выставлен диагноз предстательной железы, заболевание предстательной железы четвертой стадии, инвазия мочевой пузырь, метастазов повздошной лимфоузлы до полутора сантиметров биопсии простаты из сопутствующего диагноза булавы у пациента имелось гипертоническое болезнь 2, риск 3, ожирение, плюс циркультурная энцефалопатия первой степени и из осложнений, это был гидронефроз до 4 сантиметров, но на тот момент мы его посчитали клинически незначимым. Пациенту была назначена терапия Депоформами газирином 10,8, и в плане было проведение дистанционной лучевой терапии на полость таза и на лимфоузлы. Но у пациента в апреле 2021 года, понятно, после установки терапии аналогами, конечно, с ней это не связано, но тем не менее через неделю у пациента возникла обструктивная симптоматика. Пациент был госпитализирован к нам в отделении, мы его попытались выполнить транспортальную резекцию, потому что это было решение хирургов и закатерилизировать правый мочеточник. Но катетер, естественно, удалился, обструкция нарастала, и пациенту в мае 2021 года наложена нефростома справа. Пациент продолжал получать терапию аналогами ЛГРГ. На сентябрь 2021 года он появился для определения тактики дальнейшего лечения, но при опросе сказал, что имеются эпизоды крови в моче. Пациент сдал анализы по самому видим, достигаем натира 0,19. Клинические анализы были в пределах нормы, но по эмортибрежной полости, конечно, перед этим было сначала УЗИ, нам нужно было посмотреть чашево-охранительную систему, толщину паренхима и выполняем УЗИ-УЗИ брюшной полости. Мы видим, что у пациента имеется метастатическое поражение печени. Сразу доделываем артек брюшной полости. Там мы видим множественные метастазы в печени. И по факту мы получаем поражение висцерального органа. И мы понимаем, что нужно прежде всего исключить вторую локализацию, связанную с метастатическим поражением. Это именно желудочно-кишечный тракт. Выполняется тотальная колоноскопия. Патология не выявлена. Выполняется фиброгастро-дуаденоскопия, где тоже патология не была выявлена. И мы понимаем, что пациенту нужно верифицировать обязательно отдаленные метастазы в печень. Мы ему делаем трепан-биопсию печени. Гистологически мы получаем метастаз аденокарциномы. По иммуногистохиме мы задаем четкий вопрос нашим морковым о том, что нам нужно подтвердить, с чем связано поражение печени. Нам говорят, что это низкодифференцированно аденокарциномы, но при этом она не проявляет те рецептурные признаки, которые характерны для рака предстательной железы. То есть они нам четко отвечают, что нет. Мы сразу пациента отправляем на мутацию генов АШРР. Тоже мутация генов не выявлена. Мы отправляем и первичную опухоль, и биопсийный материал из печени. Мы ничего не получаем. И также запрашиваем полное геномное секвенирование за пределом Российской Федерации. Учитывая то, что у нас имеется, у нас на территории есть возможность, где ПЭТ-центр, да, из его диагностических методов, мы в октябре 2021 года запрашиваем ПЭТ-КТС глюкозы, для того, чтобы нам посмотреть, может быть, где-то мы все-таки увидим первичную опухоль, которая была, дала бы нам, первичную опухоль, которая дала метастазы в печени. Мы видим, что по заключению нам дают нарастающий амутерогидронефроз с левой стороны, плюс поражение множественной печени. Мы долго консультируемся, смотрим, и также используем в плане диагностики 18-2 ПСМА в феврале 2022 года, где нам тоже говорят о том, что у нас есть вот здесь вот очаг, если вы видите, да, около ушной желези, но это особенность именно ПСМА-накопления. И нам говорят, что, да, оценивают нам печень для все-таки исключения поражения метастатическим процессом под ракопредстательной железы, но наши рентгенологи, которые занимаются описанием ПЭТ-диагностики, говорят нам о том, что там не накапливает, то есть печень не накапливает именно радиофармпрепарат при исследовании 18-2 ПСМА. Если мы все-таки говорим о том, что у нас имеется распространенный рак предстательной железы, то есть на тот момент, если мы сейчас вернемся, мы видим, что ПСМА у нас появилось поражение костей на фоне терапии плюс поражение загрушенных нимфоузлов, и если мы его берем как маркер, то мы видим в апреле 2021 года, мы начнем с ПСМА 4,45, достигаем надира тогда, когда было диагностировано поражение метастатической печени, накладываем нефостом, исправимое в мае 2021 года. В октябре 2021 года у нас отмечается разрастание местного рецидива в связи с разрастанием местного рецидива и повышение ПСМА выше надира. Мы заключаем, что это не метастатический кострат резистент, начинаем терапию антиандрогенами второй генерации, в течение шести месяцев мы видим его лечебную пользу, накладываем в январе 2022 года нефростому слева, в феврале 2022 года после ПЭТ-КТ мы видим, что у нас есть поражение костной, ПСМА, после прохождения дообследования 18-го второго ПСМА мы видим поражение костной системы плюс повышенная метаболина забрюшенных нимфоузлах моего пациента уходит, пациенту у нас уходит метастатический кострат резистент на рак предстательной железы. Мы проводим 6 курсов химиотерапии доцитоксил, мы понимаем о том, что мы столкнулись с достаточно агрессивной низкодифференцированной опухолью. В июне 2022 года по данным ПКТ трехзонной ПМРТ у нас есть прогрессирование в виде появления новых очагов в костях и плюс появление забрюшенных нимфоузлов уже выше бифрукации повздошных. Мы назначаем ему химиотерапию, начиная проводить химиотерапию к обазе такселом, при этом мы видим повышение ПСА. И на сегодняшний момент, в октябре 2022 года общая выживаемость пациента достигает 18 месяцев, но мы понимаем о том, что при нарастании опухолевой нагрузки и такого лечебного эффекта, который мы хотели достигнуть при помощи лекарственной терапии, мы не достигли. ЭПОК у пациента нарастает, на сегодняшний момент это составляет ЭПОК-3. Общий анализ крови биохимический остается в референсах в значениях. У нас на первое место, конечно, сейчас уходит парамеоклассический синдром с проявлением интоксикации, появлением астении и кофексии, и пармоортемового таза, приоценке первичного очага и появлению крови в моче. Мы видим, что у нас имеется продолженный рост и в мочевом пузыре и по воздушным лимфоузлам. И смотря на этот диагноз, я до сих пор для себя не могу понять, насколько все-таки вот эти наши методы диагностики, которые мы использовали в поиске дополнительной опухоли злокачественного процесса, который бы привел к поражению висцерального печени, я не могу найти. И я хотела бы, наверное, поговорить с дзорчим-генетиком о том, что мы получаем от энокарциномы низкодифференцированную, если все-таки мы говорим о том, что злокачественная опухоль вырастает в железистой эпителии, возможно ли это все-таки поражение железистой эпителии самой печени? То есть мы можем ли мы эту ситуацию было бы расценить как гепатоцеллюлярное поражение, гепатоцеллюлярный рак, допустим, печени, который бы приводил к такому поражению. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, а что говорят КТ-специалисты? Вы с ними консультировали ПЭТ-КТ данные, и что они говорят по КТ-опции исследования? Потому что гепатоцеллюлярный рак, например, если… А по 18 втор, то есть они первоначально нам выдали о том, что имеется метастатическое поражение печени, но при этом переличного очага они нам не выявили, да, то есть они сказали, что да, есть печень, мы начали ее пунктировать. По поводу гепатоцеллюлярного они никаких комментариев нам не дали. Здесь была ситуация, вот я говорю, что мы неоднократно обсуждали этого пациента, потому что достаточно был с охраной, хотелось действительно ему помочь в плане лекарственных опций, и запрашивали моногистохимию, вторые пересмотры в центральных институтах, и нам, к сожалению, не смогли сказать. Нет, я имела в виду немножко другое. Я имела в виду, что вы консультировали ваши данные со специалистами КТ, я правильно поняла? Но ПТ-КТ у нас центр, и там есть свои специалисты, которые это описывают. И по поводу гипоцеллюлярного рака… И что они сказали? Именно КТ-опция, она была характерна для метастатического поражения? Да, да, это было метастатическое поражение. Я все-таки думаю, что здесь какой-то действительно был мутационный… Вот я говорю, что врача генетика у нас нет, но я хотела бы обсудить, что во все… Да, можно сказать так наобу, что все-таки это был метастаз рака простат. Но проведя все эти исследования, и было, ну, было не похоже по клинической картине и по вот этим вот консультированным результатам, которые мы давали в центральной клинике, было не похоже на рак простат. Что это все-таки какая-то вот мутационная ситуация связана с… Или, Валим, клинические, клинические, все же это похоже на рак простат с метастазной печени. Эпичное метастазирование. Вот я, вот я к самому же… Да, я… Отрицательное. Мы делаем… Мы уже сталкивались с тем, что… Я в плане, да, я в плане того, что, видите, у нас получается, что все-таки, наверное, диагностика и лечение этих пациентов – это все-таки командная работа. И мы недаром, мы знали о том, что, возможно, это все-таки опухоль предстательной железы с таким распространением. Мы задавали эти вопросы неоднократно. Мы задавали вопросы по ЭТКТ по специалистам-рентгенологам. Мы задавали вопросы иммуногистохимии. Мы задавали вопрос генетикам. Нам никто не смог сказать, что это рак простат. Клинически, да, мы это тоже понимаем. Уточнение по поводу нейроэндокринного компонента и, может быть, добавление… Исключали, исключали. Потому что мы этого пациента, мы консультировали и с Борисиакльичем, мы его сконсультировали, мы консультировали и с другими специалистами, но нам никто так и не сказал, что это рак простат. Мы понимаем, что это метастаза рака простат. Но, опять же, мы столкнулись с тем, что ни гистологи, ни рентгенологи нам не смогли сказать, что это рак предстательной железы. Юлия Владимировна, один момент. Молодой мужчина, криброзный рак, глиссен 4 плюс 3. И мы имеем все факторы плохого. Это мы, да, это мы понимаем о том, что это метастаза. Худшего прогноза. И все время лечим пациента от рака предстательной железы как гормон чувствительного. Конечно, мы получаем прогрессию клиническую, а лабораторно вы не получили явной прогрессии, не получили ничего. Здесь может быть вообще вопрос стоять о какой-то системной химиотерапии, высокодоске, учитывая, что мужчина-то еще молодой. Может быть, перейти на мягкотканные схемы химиотерапии, то есть закрыть глаза на рак простаты и попробовать полечить его системными вещами, которые будут лекарственными. Может, это будет off-label, ну, как вариант. Но, тем не менее, да, тем не менее. Это икок-3, уже мы теряем время, и мы уходим в сторону симптоматического лечения. Олег Владимирович, просто видите, к тому, что мы все-таки, мы как клиницисты с вами понимаем, просто к тому, что мы, когда говорим о первичном множественных раках, это все-таки командная история. И командная история тогда, когда вот у нас гистологи, я еще раз повторюсь, рентгенологи, уводят немножко в другую сторону. Тем не менее, все лекарственные опции, которые мы ему рассматривали, мы ввели его как метистатический рак простаты. Спасибо, Ирина Владимировна. В вашем, наверное, докладе сейчас больше вопросов, чем ответов. Но я с вами согласую, что это мультидисциплинарный подход. И, конечно, в данном случае больше вопросов, конечно, генетикам и морфологам, которые должны отвечать вам на вопросы, что это. Наверное, только эта диагностика способна повлиять на изменение тактики или на изменение плана лечения. Да, конечно, Олег Владимирович в безысходности предлагает вариант лечения химиотерапии, но действительно можно получить результат, но можно и потерять время, что чаще бывает. Но давайте мы все-таки Олегу Владимировичу перейдем к его докладу. Он нам все-таки может как-то растолкует, и какая должна быть тактика антуролога при первичном множестве злокачественного образования. Эти данные будут немножко перекликаться с первым докладом Валерия Ивановича, потому что мы все-таки работали вместе. И мое выступление будет направлено на сравнение двух возможных вариантов развития событий. То есть для учета больных первичном множественным раком в своей работе мы используем жесткие критерии, то есть поражение различных органов, доказанная злокачественная морфологическая структура и исключение вероятности метастазирования. На сегодняшний день канцерегистрами мировыми, российскими определены ряд ответов и вопросов на первичную множественность. И ярким примером может являться то, что двухстороннее поражение органов является первичной множественностью, а поражение множественной кожи является одним злокачественным новообразованием. И на сегодняшний день ни один канцерегистра не принимает отчетную форму рак кожи с различным интервалом от синхронного до метахронного с различной локализацией поражения. Это одна патология. Теперь две группы, которые у нас есть. У нас есть возможность сравнения. У нас есть возможность сравнения 2010-летнего периода с 1996 по 2005 год. Это 253 пациента. И у нас есть возможность сравнения 2017-2021 года двух групп пациентов. Это 645 пациентов. При этом надо отметить, что группа более свежая последнего пятилетнего периода имеет почти на 5 лет возраст старше, чем группа архива. И в результате этого мы можем оценить новообразование с поражением мочеполовых органов. И здесь именно первично множественное новообразование, где в половом составе в 3,5 раза мужчины преобладают над женщинами. И при этом городское население в 2 раза чаще встречается, чем сельское. Но увеличение числа наблюдений не привело к изменению возрастных групп пациентов. Что в 1996-2005, что в 2017-2021 более 70% – это пациенты в возрастной группе 61-80 лет. То есть это та закономерность и тот возраст, где нам нужно максимально отслеживать пациентов на возможность выявления первичной множественности. Что же получается в заболеваемости? За 10-летний период доля больных первичным множественным раком именно с поражением мочеполовых органов – это хотя бы один опухолевый процесс, одно озвукочечное образование было из онкоурологических локализаций. Вырос с 2 до 5%. В то же самое время за период последних 5 лет нашего контроля – это 8,5-11%. То есть раньше в 10-летнем периоде в год мы выявляли около 25 пациентов с первичным множественным раком. На сегодняшний день мы выявляем около 125 пациентов с первичным множественным раком. И доля увеличивается всего лишь на 7%. Что же этому способствует? Это способствует тщательное наблюдение за больными, использование агрессивных методов лечения, в первую очередь лучевая терапия, химиотерапия. Ну и то, о чем уже сегодня говорилось, это увеличение продолжительности жизни, общей выживаемости пациентов и накопление их в диспансерной группе. Два периода, 5-летний и 10-летний период, прирост значительный. Что же получилось в первом периоде? 253 пациента, 522 диагноза, 311 из них онкоурологические. Лидеры первой тройки – простата, почка, мочевой пузырь. Все остальные патологии в минимальной значимости накопления этой группы больных для анализа, видимо, потребуют более длительного временного периода. Что случилось в новом времени, то есть времени, которое от нас всего лишь 5 лет назад было? 645 пациентов, 1350 опухолей, 802 из органов мочеполовой сферы. И опять же, та же самая тройка. Если мы посмотрим, то поражение предстательной железы, то есть занимает первое место. И статистически эти данные в расхождении процентов, относительных цифр, не имеют достоверной разницы. То есть, как бы не поменялось время, на сегодняшний день тройка опухолей предстательной железы, почки, мочевого пузыря занимает те же позиции, как и ранее. Ничего принципиального не изменилось. Относительно выявления опухолей, если 20 лет назад метахронные опухоли выявлялись или диагностировались чаще, почти в два раза, то на сегодняшний день метахронные опухоли диагностируются в 3,5 раза чаще, чем синхронные. И в структуре злокачественных новообразований то, что необходимо разделить на мужчин и на женщин, потому что они совершенно разную структуру имеют. Рак предстательной железы для мужчин – это лидирующая позиция. И рак мочевого пузыря, как мужской, так и в женской популяции, занимает одинаковую строчку, второе место. И за последние 5 лет, кроме увеличения абсолютного числа пациентов, выявленных с первичном раком, структура эта не изменилась. Это говорит о том, что есть определенные закономерности, которые мы должны отметить. И за период в 25-30 лет для женщин в онкоурологии, при патологии опухоли почки, в первую очередь следует отслеживать первично-множественное поражение. В мужской же популяции при раке предстательной железы и при раке мочевого пузыря – это та группа пациентов, которой также в первую очередь нужно отслеживать первично-множественные опухоли. На сегодняшний день патология такая, как рак почки, подтянулась. И за последние 5 лет и рак мочевого пузыря, и рак почки занимают одинаковые позиции. Что же случилось с лечением в группе больных? И это касается только онкоурологических локализаций. Все методы используются. И на сегодняшний день 35% пациентов получили в истинном варианте хирургическое лечение. В одинаково часто, в 10-11%, это было лекарственное лечение или лучевое лечение у пациентов. Лекарственное и лучевое лечение при патологии первично-множественной для онкоурологических локализаций непосредственно. В то же самое время почти каждый третий пациент получил комбинированное лечение и 6% получили комплексное лечение. Только 7% пациентов попали под симптоматическую терапию. Им невозможно было использовать противоопухолевые методы терапии. То есть 90% пациентов с онкоурологической локализацией при первичном множественном раке получают специальные методы лечения. Это, по моему мнению, великолепный результат, который может быть в лечении этих пациентов. И теперь непосредственно наши данные в разрезе метахронно-синхронных опухолей. Если мы рассматриваем метахронные злокачественные процессы, то закономерность, которая проявляется в настоящее время, говорит о том, что выявление первичной и вторичной опухоли занимает довольно-таки длительный период, это более 90 месяцев. Выявление каждой последующей опухоли значительно сокращает временной интервал. Видимо, здесь можно говорить о какой-то опухолевой болезни, перекрёсте генетических нарушений, запуске белков и сигнальных путей, которые приведут к развитию другого злокачественного образования. В то же самое время для синхронных первичном множественных опухолей интервалы маленькие, а мы заведомо их взяли не более 6 месяцев, и, следовательно, заслуживают внимания в лечении пациента с синхронным первичном множественным раком. При метахронном первичном множественном раке не возникает возможности на использование не только монометодов, хирургических, лекарственных, лучевых, но и комбинированных и комплексных. Время достаточно, эффект получить возможно, и только качественный диспансерный учёт приведёт к выявлению второй, третьей и последующей опухоли на ранних стадиях. При синхронном раке, и это мы сегодня уже слышали, возникает вопрос, с чего начать, кого лечить, какой диагноз использовать первично, и здесь нужно определиться с тем, что и всех злокачественных опухолей, которые выявлены у этого пациента, нужно найти наиболее жизнеугружающую и опасную. По течению опухолевого процесса и по возможным осложнениям развития злокачественного новообразования. Как только выявляется опухоль наиболее агрессивной из двух, следовательно, первичная терапия должна быть направлена на лечение этой опухоли. Если мы имеем комбинацию опухолей и на сегодняшний день в клинических рекомендациях, почти при подавляющем большинстве диагнозов имеется возможность неводевантного лекарственного лечения, то здесь с использованием мультидисциплинарного консилиума возможно сборная схема лекарственной терапии, перекрывающая основные нозологические формы злокачественного образования, входящих в первичную множественность. И в результате этого вторым этапом или третьим выйти на хирургический этап при его возможности. Что же получается? Что полинеопразии встречаются в органах, наиболее часто поражаемых солитарными опухолями, и что требует изучения в данной ситуации? Это идеальная популяция пациентов, сроки диагностики и терапии, потому что первичная множественность – это не период развития заболевания, а момент диагностики злокачественного образования. И эта скорость развития опухолевых процессов различна, а точка диагностики является датой постановки диагноза и, следовательно, продолжительность лечения. И эти проблемы, эти вопросы, они не могут быть использованы в клинических исследованиях, связи с тем, что есть длительное время выживания, длительное время наблюдения. И это время, которое, вероятнее всего, за короткие промежутки, а представленный мой материал, 30-летний, он не является длительным, получается, для определения многих вопросов, которые сегодня возникли. Благодарю за внимание. Спасибо, Олег Владимирович. Коллеги, я думаю, что сегодняшние вопросы, наверное, действительно, мы больше задали, чем на них ответили. Хотя, я думаю, что в сегодняшней конференции мы все же подчеркнули какие-то моменты, которые любопытны для нас все. Но я так думаю, что можем еще обсудить те вопросы, которые есть. То есть, в частности, у нас есть вопрос из чата. Ну, как коллегам, в частности, вопрос сначала к Ольге Валентиновне, в приведенных примерах данные диагностики вырятся из несетней семьи, потом с патомархологическим заключением. И что там было? Если мы можем каким-то образом немножко вернуться в вашем докладе в Валентиновне. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Да, мы стараемся всегда в докладах представлять случаи с верификацией все-таки. И какие-то из этих случаев были цитологические, а чего были верифицированы цитологические, какие-то гистологические. Ну, то есть, гистологически было все верифицировано, то, что вы показывали по данным. И на большинстве своих слайдов я указывала именно гистологический тип опухоли, который был поставлен... Коллеги, Ольга Валентиновна, какие есть вопросы? Что бы вы хотели спросить у специалиста по ПЭТ-КТ, ПЭТ-КСМА? Ольга Валентиновна, скажите, пожалуйста, для меня все-таки, для онкологических раков, ну, скажем так, наиболее частое применение вашего метода. Когда вот все-таки вы рекомендуете это? Сложный, очень сложный вопрос. Это действительно определяется клинической ситуацией. И мы очень часто обсуждаем, детально обсуждаем пациентов. Вот, по крайней мере, Валерий Ванхим у нас однозначно такая практика, что большинство пациентов, которые направляются, мы их обсуждаем. И уже, соответственно, в голове возникает какой-то план. С каким препаратом делать? Как делать? На каком этапе лечение делать? Потому что вот тот вопрос, который вы затронули, а гормонотерапия, конечно же, гормонотерапия по себе, она не является противопоказанием для выполнения ПЭТ-КТ. Но другой вопрос, что мы хотим получить? Если пациент направляет к нам для оценки распространенности опухоли, для оценки распространенности опухоли, и ему за неделю до этого сделали гормональный укол, который будет действовать 3 месяца, то это бессмысленная ситуация, потому что за неделю гормональный препарат уже начал действовать и резко подавил агрессивно тех очагов, которые мы предполагаем увидеть. То есть никакой оценки распространенности мы не увидим. Более того, мы можем получить сомнительные результаты. Например, часть очагов уже не будет иметь такую агрессивность, соответственно, будет слабо накапливать препарат и дифференцировать их генез. Либо это был опухолевый процесс, который уже частично, скажем так, агрессивность которого снижена проведением гормонального препарата, либо это исходно был неопухолевый процесс, мы уже дифференцировать это не можем. Поэтому в плане оценки распространенности заболевания такое исследование имеет нулевой выход. Оно несет только дезинформацию. Поэтому мы совершенно категорично настаиваем всегда, чтобы, если пациент в процессе гормональной терапии, чтобы ПЭТ-исследование выполнялось максимально близко к следующему введению гормонального препарата. Грубо говоря, гормональный препарат вводится на месяц, значит, мы стараемся выполнить ПЭТ-исследование четвертую неделю его действия непосредственно перед следующим исследованием. на три месяца к концу, если к концу третьего месяца и так далее. Но если мы хотим оценить эффективность лечения, тогда, в принципе, мы можем выполнять на любом этапе, независимо от введения гормонального препарата, или мы стараемся все-таки выполнять это к какому-то моменту, когда предполагаем, что реализуется какой-то эффект терапии. Собственно говоря, клиницисты тоже это понимают, поэтому направляют в какие-то такие сроки, когда предполагают, что уже есть какой-то эффект лечения, и мы можем посмотреть. Вот, собственно говоря, то, что связано с гормональной терапией. Спасибо, Альбертиновна. Хотя я с вами не соглашусь, в том плане, что к концу действия месяца гормонального препарата тестостерона будет, в частности, на конституционных значениях или близок к этому, и там не произойдет такое быстрое восстановление в конце четвертой недели. Поэтому метаболическая активность очагов будет подавлена и в конце четвертой недели, в случае месячной формы, в конце трех месяцев, в случае четвертмесячной формы. Поэтому для себя все-таки понимаю, что, да, я соглашусь с вами, что, наверное, ПЭТ-КТ – это исключительно индивидуальный подход, и то, что вы обсуждаете с Валей Ивановичем назначение этого исследования, как в каждой конкретной клинической ситуации, наверное, это оптимальный вариант взаимодействия, мультидисциплинарного взаимодействия. Но, наверное, пока еще стандарты исследования ПЭТ-КТ-СМА на сегодняшний день все-таки входят очень ограниченно, пока мы так широко используем этот метод, не используем. И я не знаю, Валерий Иванович, как широко вы используете, рекомендуете все-таки ПЭТ-КТ-СМА для онкорологических пациентов? Сейчас, на самом деле, очень много связано с ограничениями чисто организационными в Москве, по крайней мере, с внедрением программы ЕМИАС, когда больного я не могу направить, это нужно направлять через ЦАОП. Если бы не было ограничений организационных, как бы вы рекомендовали это делать? А вот здесь как раз я с Ольгой Валентиновной это уже обсуждал. В идеале, между прочим, во многих странах мира, то, что касается ПЭТ-КТ, это первичная диагностика, в том числе и ракопрестательной железы. И если бы у нас была информация при первичной диагностике о степени накопления изотопа, я думаю, у Юлии Владимировны не возникло бы сейчас больших вопросов. Она бы могла делать исследование ПЭТ-КТ не как первый раз, а если бы мы в динамике его посмотрели и увидели, что у вас в печени идет накопление с такой же агрессивностью, как и в предстательной железе когда-то там, то это косвенно бы свидетельствовало о том, что у пациента действительно есть прогрессирование ракопрестательной железы по печени. Или наоборот, если у вас изначально в опухоли предстательной железы не было накопления изотопа, значит, тогда и информативность этого исследования для вас не является актуальной. в плане принятия решений о лечении. Поэтому здесь, конечно, очень многое зависит от возможностей. Возможности назначения исследования. Понятно, что лучший вариант, когда ты смотришь больного в динамике, когда ты можешь говорить о том, что было, что стало. Спасибо, Валерий Иванович. Я вас послушаю. Прости. Очень интересно, конечно, когда мы делаем исследования у первичных больных, здесь в настоящее время все-таки во всем мире применяется ПЭТ-КТ для определения пациентов целесообразности выполнения лимфоденектомии у пациентов высокого риска по результатам ПЭТ-КТ с PSMA. То есть идет вот такая вот дифференцировка. Если мы ничего не видим, не видим накопления препаратов в лимфатических узлах у пациентов низкого риска, то, скорее всего, это склоняет специалистов к выполнению, не выполнять лимфодесекцию. Не выполнять лимфодесекцию, потому что прогностическое значение негативных результатов ПЭТ-КТ с PSMA достаточно велико, и у пациентов, учитывая другие прогностические факторы, видимо, делать это не нужно. Тогда как у пациентов высокого риска, конечно же, это правило не работает здесь, потому что никто не исключает микрометастазов у пациентов высокого риска, они наиболее вероятны. Ну, в стандартах пока этого нет, и я пока, ну, тоже могу об этом с этим, может быть, в чем-то поспорить, но не будем, я думаю, что логика абсолютно есть, но, черт говоря, в стандартах в рутинной практике этого нет. Поэтому соглашусь, что все-таки ПЭТ на сегодняшний день это индивидуальный подход, и, ну, да, наверное, в случае есть, проголелый уставал при возможности, было бы оптимально делать в начальной, в начальной стадии заболевания, когда пациент, мы встречаемся с этим пациентом и выявлять какие-то другие очаги, которые есть. Хотя, конечно, такого есть, нет, наверное, сейчас пока ни у кого в нашей стране, ну, по крайней мере, я его не встречал. Олег Владимирович, спасибо огромное за такое подведение тактики. Я думаю, что очень любопытный ваш доклад в плане, так как вы сформулировали развитие опухолевой болезни и накопление, наверное, может быть, нитационного действительно какой-то нагрузки ведет к частому возникновению второй, третий и последующих опухолей. И после, вот это очень интересные данные, что после интервала между, при митохронных опухолях между первыми и последующими, он гораздо выше, чем по сравнению с другими ситуациями. Валерий Иванович, великолепно статистически с данными, спасибо за участие. Очень интересные данные, скажем так, которые и собственный опыт, и данные литературы. Я думаю, что всем мне бы интересно было это услышать. И Владимир, вы нам, скажем так, продемонстрировали очень интересный клинический пример, который, опять же, демонстрирует важность мультисциплинарного подхода, важность взаимодействия с морководами, с генетиками. Наверное, без них нам будет сложно разбираться в таких сложных клинических ситуациях.